Амин. Именно. С маской посложнее. Я думал, вообще не будет разницы особо. Ну ладно, хорошо. Я красная, желаю всем удачной игре. Амин, юзай эмоции вот эти в чате, типа, когда ты улыбаешься, там, типа, угар, угар. Нихуя непонятно. Кому-то постоянно сообщение приходит куда-то. Это Амин и пишет, кто мафия, она не читает почему-то. Я хотел бы напомнить всем, что пользуюсь этой книгой сегодня просто морально. Насколько тебе заплатили за это? Можно вопрос? Это книга Зевса? Это Зевс тебе книгу дал, сказал, рекламировать для бесплатно. Господа, не перебивайте, пожалуйста, что говорит. Короче, очень важный момент. Каравай отметил, что Эвелон обычно открывает, типа, стол, как-то так размашистая. Это Марк сказал, что, типа, как-то развернуто говорит про все это. Я бы хотел отметить внимание, что обычно первая у нас Арина, а он второй после... Он стебет Арину обычно вторым. Не знаю, по крайней мере, когда я играл с вами, было так. Мне кажется, очень много других мафий было так же. В этот раз у нас какой-то произошел сдвиг. Поэтому он самым первым в итоге начал говорить. Я не думаю, что здесь имеет смысл что-то смотреть. Я также думаю, что Марк, на основе того, что он успел сказать, он мирный игрок. Это очень важный момент про внутреннюю нервозность. Я это прекрасно понимаю, поэтому с этим согласен. Собственно, я тоже мирный игрок, и мне так нравится играть гораздо больше. Здесь как-то реально спокойнее становится. По Амине я, честно, тоже не понял, потому что предстоит еще привыкнуть только на волос и на глаза. Я на волосы смотрю. Минута закончена. Но по Амине вряд ли вы что-то сможете понять, потому что действительно с маской вам будет очень тяжело. С маской на плане. Без смазки тяжело. Ребятки, минуточку, прошу внимания. Егор, мне очень много пишут, что у тебя всех стало плохо слышно. Тебя слышно хорошо, а всех плохо слышно. Он ОБС на ноль выкрутил. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Аминна! Аминна! Смотри! Егор, тебе надо было в мишере выкрутить. Они... Не побоюсь, не побоюсь. А в мишере, я там и выкрутил. Нет, в мишере выкрутил, что-да. Не побоюсь. А то как это связано вообще? Подожди, в микшере винды? Миксера. Да-да-да. Миксера. То есть ОБС сделал вниз, а дискорд у тебя видно, что... он наверху. Посмотри. Потому что бывает в Инде, что бегунки все вместе опускаются. Димас, чё ты так у меня? На, где он? Не знаю. Нормально, тихонечко. Блин. А что делать? Ну, типа, это явно не связано, ребят. Погоди, а знаете, ну и варик только как-то... Не-не-не, тут есть такой трэбл, что, когда заходишь на этот сайт, все дискорды и так далее, они становятся тише. У меня такая же проблема, поэтому я закручиваю, типа... Погоди, что сделаю? А может кто-то зайти на мой стрим и не читать чат? Нет, такое невозможно. Это невозможно. Это невозможно, брат, там чат считается автоматически. Я могу читать чат, мне сейчас пишут, что все норм сейчас. Погоди, а вот я сейчас... Виндусе ОБС опять вернул на 100 и все стало нормально. А сейчас пишут норм, я не знаю. Прости, Егор, я типа не хотела... Удали из друзей. Заруинила вы и все, понятно. Могла быть дружба хорошая. Что маска, ты что? Все нормально сейчас пишут, да? Да, да. Отойдите нахуй. Ой, извиняюсь, это я не вам. Технический вопрос решили, давайте, поехали дальше. Игрок номер 7, ваше время. Так, друзья, всем привет. Походу стол придется открыть мне. Я хочу пожелать всем хорошей игры в первую очередь. И надеюсь, она пройдет адекватно. Мы не будем друг друга перебивать в первую очередь. Это относится к Эвелону. Потому что Лон любит в основном всех перебить. Ты что, хуйло? Вот тебе и друг, ебать, спину нахуй, нож, блядь. Мне нравится, как прекрасно Эвелон. Абсолютно проверка эти слова. Да, да, да. Игрок номер 7, спасибо. С легкостью. По столу могу сказать одно. Наверное, Рикки сказал все, что я хотел сказать. И если я повторю то же самое, это будет немного подозрительно. Но да, мне не совсем понравилось, как Эвелон открыл стол. По поводу Тендреля могу сказать. Так миленько все, красивенько. Но она еще та хитрюшка. Я знаю, мы когда играли с тобой в плейсе, ты за мафию очень хорошо отыгрывал. Поэтому так. В каком плейсе мы с ней играли? Каролина знает? Все нормально там было. Там была классная тусовочка. Поэтому не теряйте бдительность. Возможно, вот эта милота может скрывать что-то очень черное. Я на этом лично обжигался несколько раз в жизни. На мелоте амины? На мелоте амины? Ты про холостяк? Нет, это он про холостяк. Так, ребята, спасибо, что вы восприняли всерьез слова игрока, чтобы его не перебивать. Вы такие все молодцы. Да. При этом могу как раз свою минуту сказать. My bad, my bad. Если хочешь экзайл, я тебе еще время дам, пока тебя перебиваю. Экзайл. Ну все, я могу только отметить кроватчик так себе. Серый игрок, Марк, мне понравился по эмоционалу, только окраснился немножко. Дальше буду слушать, передаю слово самому опытному игроку в мафии в этом мире. Чемпиону мира по мафии Дмитрий Ликс. Спасибо за такое представление. Всем привет. Желаю хорошей игры. Зашел в казино узнать время, часов там нет. Поэтому у меня будет много времени, чтобы узнать, кто мафия. Короче, суть какая. Каравайчик троечка в этот раз не гонит на двоечку, как он обычно это делает. Ну так, просто отметил, просто отметил. Шестерочка с четверочкой явно не подружились, хотя шестерка, и семерка говорит, что шестерка, он поддерживает шестерку в речах, хотя шестерка по ширике сказал какую-то речь, которая, ну не знаю, такая, она очень длинная, странная, ну тоже непонятная. Из всех речей вы будете смеяться, мне понравилась пятерка. Мне понравилась, как сказала пятерка, потому что я уверен, что она красная карта. Пока что так. Дальше послушаем, сейчас особенно близняшек на 10 и 11 хочется услышать, как они там выходят в этой ситуации. Каравайся что-то пил на меня всего три игры, наверное, из всех. Две мальфи иду посидят. Поэтому это... Спасибо большое. Игрок под номером 9, ваша минута. Здравствуйте, меня зовут Артурчик, я красная карта. Пришел в казино поиграть немножко, потому что азартный парень. Увидел сразу двух стариков, вот восьмерка говорит, время пришел узнать, и что ты узнаешь? Сидишь барабанчик крутишь. Рядом сидят две милфочки какие-то старые, тоже крутят казино. И плюс старик на тринадцатом, которому что-то клацает, и никак деньги не могут упасть. Крутить казино вообще. Это какой-то агрошкольник зашел, двенадцатилетний, и что? С доты, блядь, я не пойму нахуй. Я в казино пришел играть, я настоящий. Это тот чел, который мид, пикает пуджа постоянно, или что? Так, можно выгнать этого вдворника. Да, да, игрок под номером 2, ваше третье предупреждение, еще двадцать семь предупреждений, вы выходите из игры. А, двадцать семь. Разумимо, юначе, заткнись, будь ласка. Пока ничего не могу сказать по столу, просто записываю, веду наблюдение. Пока не дает барабан, я просто веду наблюдение. У меня все. Тебе не только барабан не дает. Спасибо большое. Так, игрок под номером 2 еще семь предупреждений получает. Блядь, ты что, по буквам считаешь предупреждения, или что? Это специальная математика такая у нас. Так, игрок под номером 10, ваше время пошло. Всем привет, мы, значит, пришли в этот, в покер вот этот дом, со своей сестрой, значит, вот, наблюдать за всеми. Мне не очень понравилось, как открыли стол 2-3. Может, это потому, что они первые, да, открывают стол, и им нечего. Им нечего сказать, ну, то есть, они могут всякую говорить билиберду, поэтому, ну, то есть, на них нельзя полагаться, там, они красные или нет. Поэтому они пока у меня серые. Гуакамоле, мне кажется, у меня красный для меня, и Амина для меня максимально, типа, окраснилась. Странно то, что Иксайл поддержал мнение Рикки Ди, когда Рикки Ди говорил, что Марк, типа, ну, не доверяет Марку, а Иксайл сказал, ну, он для меня окраснился. То есть, это как-то было не очень понятно. То есть, Рикки Ди, он говорил то, что он поддерживает. Что? Я так и сказала. Марка, она вообще смотрит вообще в экран, блядь? У нее без звука слышь, походу. А у меня слышно? Вот. Охуеть. Ну, то есть, я буду, скорее всего, точно играть с Тендерли, с Марком, и, скорее всего, с Егором. С тринадцатым номером, потому что... Ах ты шлюха, блядь. Потому что он красивый, блядь. Он даже ничего не сказал, блядь. Он даже ничего не сказал, блядь. И буду слышать его песни, ясно. Нет, нет, нет. А Сережа, знаешь, что ты будешь с ним играть, блядь? Скорее всего, я буду с ним играть, потому что он боится... Что, он больше заработать, Сережа, да? Споить тебе номера мафии, вот. Мне кажется, что он красный номер. 10, у меня есть такая просьба, если это возможно, и вас-то не затруднит, не могли бы вы местами поменяться, пересесть? Да, кстати. Либо цифры поменять местами, Наташа. Цифры поменяй просто вымень. Потому что ты в отражении. Сядь на кресло, пусть она на табуретке сидит. Да, просто вот смотрите, у вас написано 10 Наташа, а у нас слева, ну, получается, Полина сидит. Полина, вот так. Поэтому, да. Либо цифры давайте поменяем местами. Либо сделай, что вы обе Наташи. Вот так? Да, 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 можно так. Ладно, теперь я... Что поменялось, дура? А, ну, я... Лучше пересядьте. Пожалуйста. Короче, лучше идти на просьбе. Лучше пересядьте, кстати. Лучше пересядьте, кстати. Сейчас цифры бы не меняйте. Ничего не меняйте. Да, сделай так же, как было, просто... Почему Янсуха играет с Егор Кридом? Мне вопрос, блядь. Я же сказала, ладно. Она сказала, Вадим, почему. Я же сказала. Ну, ты, блядь. Ну, это нормальный формул. Ну, что, я передаю вход. Передаешь привет всем перфекционистам, которым сейчас больно от того, что вы делаете, да? Я понял. Игрок под номером 11, ваше время. Всем привет. Я в стриме вообще второй раз в жизни. Я думаю, кто говорит вообще, блядь. Я тоже не понял. Ебать, смотрю на Макрис, как, что за хуйня вообще, блядь. В основном ничего не понятно. Абсолютно ничего не понятно, но кое-что понятно. Что у вас один мошк на двоих. Так, игрок под номером 2, вы сейчас лишитесь, волоса яйца и всего, что только можно лишиться. Игрок под номером 1, я все, ебало заваливаю нахуй, все. Я понимаю, что вы возбудились очень сильно, но держите себя в руках. Говорите, пожалуйста, игрок и дарм 11. Ну, он отлично вписался в мой разговор, я уже как раз-таки закончила. Ничего не понятно, но есть что-то понятное. Аблина, что конкретно сказать не могу. Вы посмотрите на него. Вот что с ним делать, а? Вот что с ним делать? О, ну это может быть таки. Покажи, Вадим. Это никак не связано, сейчас другу Рамзану позвоню сейчас, подожди. А вот это? Вот это Аня выкинула. Выкинула. Спасибо большое, игрок по номерам 12, ваше слово. Я вчера... А, ладно. Всем привет, надеюсь, я посмотрел. Ебать, я на него смотрел. Меня немного смущает. Заметил то, что шестерка сыграла в поле с четверки, но десятка сказала, что шестерка сыграла против четверки. Генсуха, когда все говорили, смеялась почему-то. Вот просто, не знаю, какие-то у него припадки, возможно, случились, но она постоянно смеялась. Каравай играет как-то не так, как всегда играет за миром жителя. Он всегда какой-то веселый, смеется, но сейчас он как-то сыграл более серьезно. Эвелом срад открыл стол, ну, это уже все сказали. Да идите нахуй! Я когда вскрываю стол охуенно, вы говорите, блядь, ну что-то он слишком эмоциональный. Так, игрок по номерам 2, ну ты че? Все, ну все, больше ни слова, ну правда. Я обещаю. Ну все, я пока не могу ни на кого так выебнуться. Я понимаю, что все тут волнуются, они каждый день сыграют с самим великим Дмитрием Ликсом. Ну, Тендерли Мафия, я ее прочитал по губам, так что... Блядь, а я думал, какой долбоеб пошутить эту шутку! Это хорошо, что на 12-м там, знаешь, выверенная шутка. Спасибо. Игрок по номерам 12, игрок по номерам 13, ваше слово. Всем привет. Здорово. Во-первых. Во-вторых, можешь проверить еще раз, там все нормально? Че там чат пишут? Все окей? Ну, если было не так, они бы уже тут спамили, так что, значит, все окей. Во-первых, короче, я хочу сказать то, что я нормально играю в мафию, чтобы вы все знали. То есть я хороший игрок и полезный, если я мирный. Плюс я не знаю вообще, как вы играете, и я не могу судить никак по знакомству. То есть мне очень сложно вот по первому кругу как-то сказать, кто там что-то не так делает, кто там ведет себя не так, я не знаю ваши повадки, я не знаю, как вы себя ведете в стрессовых ситуациях и так далее. Вот, я мирный житель, и давайте попробуем. У меня все. Повадки, по-моему, так бывает. Спасибо большое. Так, я передаю сообщение, очень много просят. Игрок под номером 2 вас просит убрать курсор с эксайла. Убери, блядь! В смысле, курсор с эксайла. Ну, он, видимо, в браузере ты мышку оставил на нем, и это захватывается, и люди триггеры. У меня курсор в самом низу, на пускде. Возможно, эксайл сам на себя ставит курсор. Вы смотрите, у него там даже чувак в это бежит. Чат, посмотрите, где у меня курсор. Он за курсором побежал с томатом. Так, все, вы все познакомились. Вы сочезали, ребят. Эксайл убегает от платья. Все, давайте, быстренько, быстренько. Погнали дальше, все, город засыпает. Засыпает город, город, город. Микрофоны надо оффнуть. Да, все, оффайте, все спите. Никуда не подглядывает, все молодцы. Так, проверяю, проверяю. Да, все, все спят. Итак, город спит, просыпается мафия. Я принял ваш номер. Просыпается доктор. Просыпается доктор. Я услышал вас. Доктор засыпает. Просыпается комиссар. Я принял ваш номер. Комиссар засыпает. Просыпается дон. Доктор засыпает. Доктор засыпает. Утро. Я чувствую, что на третий круг, и если я буду живой, я точно усну. Да, реально очень долго. Итак, у меня для вас плохие новости. Игрок под номером 12 не проснулся. Было близко. Можно обсуждать? Да, начинаем. Короче, ребят, просто обратите внимание на такой момент. Я, наверное, поскольку вначале сложно, да, как-то постолучит раскладывать. Первый был, кто обратил внимание на Марка, на… И я сказал, что не думаю, что… Думаю, что он красный, учитывая эмоциональную составляющую, то, что он сказал. Я сказал про Вилона, то, что он обычно второй, и поэтому нельзя судить, потому что он, типа, так как-то странно открыл. Потому что он обычно после Оринян открывает, а тут он самый первый начал говорить. Я сейчас объясню, почему не в этом дело. Нет, я говорю к тому, что… А потом, заметьте, был момент, что есть игроки, которые факты переврали. Это… Может быть, просто невнимательно следили седьмой. Сказал не совсем то. Он как бы поддержал меня, но потом другой факт назвал. Да. Потом был Ликс, который тоже сказал не совсем то. И Наташа еще сказала, как бы… Это мой проек. Это мой проек. Ну, то есть, это вопрос может быть невнимательности. Я бы хотел, чтобы мы понимали, что это очень важно нам следить за фактами, если мы простраиваем цепочку, и не в одном раунде, а через несколько. Ты просто сказал про Вадима и Кровая, и я вот этих… Я скажу по поводу эмоционала и открывания стола, то, что мы до этого играли два с половиной часа в ебаный десит. Да, там еще должен третий говорить, почему мы все вместе говорим? В смысле? Общее впреждение. Общее. Мы можем все говорить. Я очень сильно удивился, что так происходит. Вопрос. Седьмой, восьмой, десятый. А потом единственный Макривский сказал, что типа, если чуваки, а что-то как-то вы, ну, попутались в показаниях, и Наташа его первым убивают. Блин, знаешь, странно, странно, что ты, ну, типа, первый проснулся и начал себя оправдывать, как будто. Себя? Нет такого ощущения? Он начал говорить, он начал говорить по столу. Хочу, хочу сказать одно. Очень часто Марк, Марк после своей речи, все присасываются к нему. Я с ним играю уже довольно много. Да, да. Он играет иногда на единичке. Он говорит речь, какую попало, и все присасываются к нему. Но, ладно, не про это. Я хочу сказать про номер девять. Я хочу сказать про номер девять. Как вам речь номера девять? Вообще, вот просто. Спасибо. Я не нравится с Артуром. Вообще, по-моему, хуёвая была. Это была самая хуёвая речь. Дамы и господа, у меня по девять написано следующее. Мирный, но при этом ничего по столу искал. Будущий девяносто. Стойте! Что-то всё-таки по очереди! Ещё мне понравилась очень речь Полины на 11. Спасибо. Она не понимает, что происходит. Что это делать? Давайте по очереди, ладно? Давайте по очереди. А можно с меня начать, а то я... Нет. Спасибо. На стройке у нас переходит. Я хочу спросить, меня слышно вообще? Да! Теперь, да? Просто вы декорируете. То есть вы уверенно меня игнорируете? Да, да. Я понял. Спасибо большое. Значит, сейчас по очереди. Начинали мы с двойки, теперь начинаем с тройки. Группы номер 3, ваша минута. Ой, небольшой сейчас такой факт в кино, то, что когда... Я сейчас сижу полностью АФК, и Вадим почему-то это не замечает. Я вот этого вообще не понимаю. Обычно Вадим, когда АФК сижу, он постоянно на меня гнать начинает. Я, по-моему, только что сказал, нет? Ты не говорил про меня вообще ни слова. Просто ни слова, ни слова. Для меня сейчас больше черный игрок это Эвелон, потому что я вот объяснил свою точку зрения, потому что он, когда я играю АФК, потому что я сейчас реально играю АФК, он всегда меня топит, прям жестко прям топит. Вадя, это сейчас никакой виды, я просто привожу факт. Такое всегда... Что я тебе объяснил до этого? Что, почему мы хуяво открыли стол, но ты, видать, просто не слышал? Нет. Когда общий сейчас было, ты мне ни слова не сказал про меня вообще ничего, ни слова не сказал. Просто обычно, когда я АФК играю, ты сразу ко мне придираешься. Причем, когда мы в прошлой Мафии играли, ты тогда придирался ко мне. Ну, короче, ладно, это чисто такой факт. Многие не будут знать про Егор Крит, не будут знать, и Тендер не будут знать, но когда я играл с ним, обычно он всегда... Спасибо большое. Это очень крутая позиция. Спасибо большое. Игрок под номером 3. Номинация ваша? 2. Игрок под номером 2 номинирован. Спасибо. Ребят, я не записываю, кто номинирован, так что вы потом не забудьте поднять руку, кто номинирован. Я надеюсь на вашу порядочность и память. Так что... еще я на тебя не топлю, я просто такой факт. Игрок под номером 4, ваша минута. У меня такое ощущение, что Наташа как бы сама с собой разговаривает, мы слышим ее мысли. Мысли... Марк, говори, говори, говори. Я, блядь, вас не слышу, сейчас секунду. Марк в дискорде? Да. Алло. Да, он говорит. Я слышу, Марк. По поводу стола. Блядь, странная вообще какая-то хуйнящая от Каравая была, то, что по поводу Вадима вообще брата. Не понял, у нас тут целый стол, ты на Вадиме внимание застрил. Для меня Вадим сейчас серый игрок. Смотрите, ребят, по столу такая хуйня. 6, 7, 10 сказали, что у меня красная речь, они хотят играть со мной. Но это произошло все после того, как Рики Ди Паша сказал то, что Марк вроде бы странный, но я хочу поиграть с ним. Для меня это был очень странный мув от Паши, и Эксайл почему-то неправильно услышал его. Он думал, что Паша меня очернил, хотя он сказал, что у меня красная речь, но при всем при этом он сделал изначальный вброс, то, что я чуть-чуть серый игрок. Потом ты привел ему речь, что она красная. Я этого не понял, Паша, ты очень странный мув сделал в этот момент. Дальше, по поводу стола. Смотрите, раз, семерка и десятка обозначили меня красным игроком. Давайте мы поиграем с вами, потому что вы для меня сейчас нейтральные. Наташа Генсуха для меня десятка красная, и Илюха нейтральный. Оговорилась чуть-чуть. Давайте поиграем с вами в команде. Я хочу очень послушать сверечь Вилона, чтобы он сказал хорошо по всему столу, потому что он будет закрывать этот стол, ибо он первый круг максимально молчал и нихуя не сказал. Спасибо. Спасибо большое. Так, еще у меня просьба, ребят, не пишите в чате, пожалуйста, потому что это, в принципе, равносильно, если бы вы просто сказали бы. Понимаете, вас, ну, читают, это немножко не то. Так что, так, игроком номер 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 пять, ваша минута. Я могу сказать, что мне по эмоционалу кажется странным игрок номер шесть, хотя я с ним ни разу не играла, вероятно, он ведет себя так, типа, всегда, но мне кажется, что он безумно странный, он такой слишком резкий, слишком эмоциональный. Лично я просто, когда играю за мафию, я нибудь так вот не делаю. И мне кажется, блядь, спалился. Вот, для меня игрок номер семь красный автоматически, потому что я понимаю, как играет этот человек, играл с ним мафию не один раз. так что я поиграю с ним. Про Наташу не могу ничего сказать, по остальным, про кого я назвала, не могу ничего сказать. Марк для меня ближе к красному, скорее всего, даже к красному, я полностью согласна с ним, касательно его речи про Каравая. Вот, все, про Каравая ничего не могу сказать, типа, я уже сказала, то, что сказал Марк. Все. Номинация будет кого-то или двойка устраивает? Я не уверена, типа, я не могу ничего не поставлять пока, что я не уверена. Хорошо, я вас понял. Игрок под номером шесть, ваша минута. Так, по поводу Марка, я буду стараться короче говорить, я рассказывал, что за красный, серого, про серого вброс вначале не было, я при этом удивлен, что тебе не показалось странным, что седьмой и десятый запутались в своих показаниях, и Ликс тоже, но седьмой вот сказал, что он ошибся просто из-за того, что я сказал там про Вадимов, и я доверяю пятерке, поэтому я считаю, что седьмой тоже красный. Я бы присмотрелся к десятке, и я бы хотел услышать, что десятка про это скажет, поэтому я выставляю десятку. Марк, пожалуйста, спасибо большое. Уложили свое время. Игрок под номером семь, ваша минута. Так, сразу могу сказать, по поводу того, что Рикки ты говорил про... Ну, начинал говорить, ты сказал про двойку и про тройку, то же самое, что сказал, что хотел сказать и я, но ты сказал про Марка, то, что он серый игрок, и вот это я проглотил, я, ну, затупил, я извиняюсь, но типа вот, я согласен с тобой про то, что ты сказал про Вадима и про Кровая, то есть, ну, типа, я просто затупил, проглотил про Марка, то есть, ну, я считаю Марка красным игроком. По столу. Девятка очень понравилась, он почти закрывает стол, но ничего не сказал, выкинул пару шуток, мне это максимально не понравилось, Артур, ты уже много раз играл, и типа, у нас сейчас, походу, серьезная игра, поэтому, типа, давай серьезно играть, а не вкидывать просто шутки. Очень не понравился одиннадцатый игрок, но, скорее всего, это из-за того, что она играет с нами в первый раз, типа, ты тоже закрываешь стол, скажи про кого-то что-то, типа, а не просто, я что-то знаю, что-то не знаю, то есть, нужна какая-то конкретика, потому что, либо мы считаем, что ты черный игрок, либо мы считаем тебя красным игроком, как якорь, то есть, то, что ты ничего не говоришь, играешь в ПК, поэтому прошу, типа, ну, составляй какую-то конкретику по столу, в общем. Спасибо большое, спасибо. Можно еще, 10 секунд буквально, просто про двойку скажу, ой, про тройку. Каравай, не понравилось то, что ты застрил всю свою речь, внимание на эвелоне, сказал свое оправдание, то, что ты, типа, устал, да, ну, это оправдание, но, типа, давай по столу тоже побольше конкретики, не будем застряться только на Вадиме, потому что, ты уже всех выслушал. Спасибо, но это уже больше 10 секунд, ну, хватит, ну, бога, я рад, я хочу еще раз каравай послушать, номинирую. Все, я понял, спасибо большое. Игрок под номером 8, ваша минута. Почему-то никто не застрел внимание, что, когда убивали двенашку, ну, первый ход, он говорил, что ему не нравится десятка, он увидел конфронтацию между шестеркой и четверкой, я с первого хода играл с пятеркой, мне также нравится четверка с этими двумя игроками, я готов играть. Я не готов играть с шестеркой, я не готов играть с тройкой, между ними для меня там по-любому одна мафия, либо даже две. Я готов даже убрать и шестерку, и тройку, ход за ходом. Мне потом не нравится девятка, он молчит, он вообще не играет, он играет по-другому, он молчит. То есть, если вначале он там что-то пошутил про стариков, то сейчас он просто отмалчивается, сидит, я хочу его послушать. Тройка, гонит на двойку, тройка гонит на двойку, причем достаточно молчаливо. То есть, если он это делает по-другому, у него эмоциональный фон не красного игрока. То есть, он для меня не прям черный игрок, но он и не красный игрок для меня. И он очень странно себя ведет, он очень странно говорит. Вот и все. Также для меня шестерка максимально странная, он почему-то на меня закидывает, и, блин, он всех, ну, он очень много игроков пометил с этим, с тем играется, ну, короче, я не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Номинация будет? Шестерка. Игрок под номером 6 номинирован. Спасибо большое. Итак, игрок под номером 9. Ваше время. Если ты хотел меня послушать, почему ты меня не интересовал только что? Нет, мы тебя не номинировали. Правильно. Значит, подозрения не так сильно спадают. Меня очень сильно фраза заострила внимание на том, что 13-й игрок сказал, я был бы очень полезным игроком, если бы играл за красный. И меня что-то смутило то, что десятка без речи 13-го игроках захотелось с ним играть, аргументировала это тем, что он боится спалить мафию. Если он прекрасно играет мафию, он ее и так не спалит. Верно? Верно. А также, Илюха, мне нечего говорить по столу, потому что все орут, и плюс... Я почти последний, и я закрою стол. Так что я концентрирую свое внимание на десятке-13-ке. Также по караваю хочу сказать, что он заострил свое внимание на эволону в том плане, что это, наверное, я ему просто ударила по голове, потому что они с эволоном почти всегда играют вот так. Раз на раз они агрятся, и это единственное, что он мог сказать за свою минуту. Я бы сыграл с ним. Я хочу выставить 13-го, я хочу послушать его оправдание, и что он скажет в свою защиту. У меня больше всего. Спасибо большое. Игрок под номером 13 номинирован. Игрок под номером 10, ваша минута. Паш, смотри, где я запуталась в показаниях. Мне показалось, что ты сказал про Марка, что он серый, а Эксайл сказал, что он для него красный, то есть поддерживая тебя. Мне показалось, что вы просто запутались. Для меня так, и я просто это огласила. А по поводу... по поводу... Каравай максимально спокойный. Я ему очень доверяю. У Вилона стал так, что... То есть даже никто еще ничего не говорил. Кто-то там вот это, не знаю, рассказывает про гаражи, про крыши, писать стоя. Короче, не знаю, нахуя он про это начал говорить. То есть... Вот. И для меня... Для меня это максимально как-то стрёмно. И... Ну, он обычно так делает... Ну, или так, да, окей. Он обычно так открывает стол, когда... он мафия, потому что я очень много игр с ним смотрела про мафию. Вот. А по поводу злой, то, что ты сказала про 13-й, я защитила 13-го, когда он еще не говорил. Когда он сказал про профессионала, это он уже после меня говорил, понимаешь? Спасибо большое. Я уже говорил, что он хорошо играет, поэтому... Так это взросло. Я просто заранее сказала, что... Я сказала про него до того, как он начал открывать стол, понимаешь? Начал говорить что-то. Номинация будет? Да. Я доверяю полностью Караваю, я буду голосовать, скорее всего, за Вилона, но под нему хочу ликсы поднять. Мне кажется, он красный, но он запутался. Я хочу послушать. Хорошо. Я вас услышал. Игрок под номером 11, ваша минута. У меня вопрос. Мы когда кого-то номинируем, то есть мы в нем подозреваем мафию и хотим его убрать, или... Мы иногда можем послушать его. Мы иногда, да, подозреваем, то есть мафию, а иногда можем просто послушать его, то есть 20 секунд дополнительно дается. А, ну тогда я... То есть тебе не обязательно голосовать за того, кого ты выставила, понимаешь? То есть ты можешь выставить кого угодно и голосовать за кого угодно, кого ты считаешь, нужно голосовать. Вот. Поняла? Ну, ладно. То есть если, например, сейчас Диму выставила, я не должна за него прям голосовать. Да, ты... В смысле выставила? Ну, выставила, видишь, для нас подозрительные там 2, 8 и я, например. И вот все, весь стол голосует против двойки, восьмерки или один. Ну, меня. Ладно, просто все. Я бы хотела проголосовать за двойку, потому что он прививал абсолютно каждого игрока и привлекал очень много внимания. Тем самым, если он мафия, мы никогда об этом не догадаемся. Трудно все распознать мафию. Тот, кто очень много говорит, либо тот, кто молчит. У меня все. Я понял. Игрок под номером 13. Ваша минута. Короче, я понял то, что это будет максимально сложная игра для мирных журналистов. Очень сложная игра, потому что мне нихера непонятно. Есть две стороны медали. Если прислушаться Кровая, который раскал свою позицию по поводу Эвелона, что он обычно начинает сразу стопить и замечать, что ты сидишь АФК, то да, тогда можно гасить Эвелона. Но есть вторая сторона медали, что, может, Крова играет в связке с Генсухой, и Генсуха, зная, что я мирный игрок, сразу типа сказал, я буду с ним играть. И может быть, они вообще вдвоем две мафии, которые друг друга выгораживают, как будто. То есть две стороны медали. Дальше я вообще не понимаю, если честно. Паша мне немножко подозрительно. Я не знаю, почему. Просто подозрительно себя ведет, потому что, когда мы все проснулись, он сразу начал, так, ребята, давайте, это, то, все, третий, десятый. Мне это было странно. По поводу девятого игрока я пока не понимаю. Я тебе хочу сказать, почему я сказал, что я полезный. На самом деле, это была моя тупая ошибка, так сказать. Потому что мафия сразу может подумать о том, что типа я, скорее всего, либо доктор, либо коммерсар, говоря о том, что я полезный игрок. Спасибо большое. Я выставлять... Наверное, сего? Ну, только шестого. И потому что двойка уже выставлена. Я не знаю, шестерка выставлена уже. Есть, да. Я понял. Спасибо. Все. Я все. Но я хочу сказать еще раз, извиняюсь, что игра реально пиздец сложная, вы все хорошо играете. Правда, блядь. Особенно Полина. Да. Полина умница вообще. Она мой любимый игрок. Так. Может, вы мафия? Хотел пошутить, но не буду. Да нет, давай, ничего. Все, давай, теперь. А теперь давай. Что, шутить? Да, конечно. Не, ну же, окно шутки закрылось. Закрылось, закрылось, да, я понял. Соскользнет просто. Я бы скалфорточка была даже. Ребятушки, давайте, напомните мне, кто номинирован. А я еще не сказал речь. А, ну он просто столько перебивал, что даже не заметил. В этом раунде я ничего не говорил. Ничего не говорил. Смотрите, короче, по поводу тройки и его вкидон. Я, как только начался стол, я сразу же сказал, почему мы хуево открыли стол. Да потому что я пять часов сидел, играл с разными ребятами, играл в Десит. Я чисто заебался. Я так же сказал про каравая. Четверка, речь была хорошая, но я довольно всегда опасаюсь, если честно, играю с ним много, я опасаюсь с ним играть. По поводу пятерки, мне кажется, это больше красный игрок. А по поводу десятки, скажу такую инфу. В принципе, ее тема, связанная с ОС-инфой, что типа Егор Крид везде пытался закрыть ОБС и звуки, чтобы не слышать, да, чтобы не слышать никакую инфу, да, скорее всего, он красный игрок, потому что он боялся найти какую-то подсказку и узнать, кто мафия. В принципе, это логичная тема. По поводу девятки, это был безумно отвратительный ход первый. Глупые шутки, просто, ну, ужасные. И смотрите, по поводу дуэта 11.10. По поводу дуэта 11.10. Смотрите, все напиздели на меня то, что я хуево открыл стол, хотя я был первый. Я вам рассказал смешную историю, как я делаю всегда какую-то хуйню. Но при этом... Подожди, дай мне еще пять секунд, пожалуйста. Смотри, вы все напиздели на меня, но при этом 11-й игрок не сказал ничего, абсолютно ничего. Его никто не трогает. И что? Они мучат микрофон и общаются вместе с замученным микрофоном. Так я ей объясняю, что... Игрок по номеру 2. Если бы вы накрасили ресницы, возможно, бы вас тоже не трогали, кстати. Я выставлю игрока по номерам 11. Хочу послушать. Тебя выставили по номеру. Хорошо. Я прослушал на возможном, сори. Так, ребят, поднимите руки, кто номинирован. Напомните мне, пожалуйста, кого номинировали. Два, три... Я номинирован? Да. Да, точно. Два, три, восемь, девять... Я, шестой, восьмой, десятый, одиннадцатый, тринадцатый. Господи, как же вы смогли. Так, давайте по порядку, поехали. Игрок под номером 2, ваши оправдательные 30 секунд. Хорошо, смотрите. Блядь, это пиздец. Я только что сказал свою речь, мне сразу оправдать. Ладно. Хорошо, мне больше всего здесь не нравится номер 9. Мне почему-то кажется, что красным является каравай. Хотя он меня и топит, но я говорю, я понимаю, почему он такой сейчас в тильте сидит. И почему я на него не пиздел. Только поэтому. Я бы проголоснул против девятку. Ну, то есть, типа... Еще мне нравится, не нравится речь Дмитрия Ликса. Такая тоже, она скудлая была, типа, ну... Какая? Скудлая. Скудлая, блядь. Спасибо большое. Игрок под номером 3, ваши 30 секунд. Да, что такое? Игрок под номером 5, вас так слышно плохо. Вы потом придите и сделайте погромче себя, пожалуйста. В смысле? Нормально слышно. Нормально слышно. Сделай ее громче. Говорю, можно в туалет на 30 секунд сходить? Телефон оставила. Я тоже так хочу в туалет. Я телефон оставила, вот он. Вы вместе идете в туалет, что ли? Нет. Да, вместе. Что происходит, блядь, ребята? У нас вообще есть, можно попиздреть? Типа, Каравай, что с тобой? Вы можете говорить, но не... Да я не спал 30 часов в Марвей, блядь. Что со мной? Вилон, следующую ночь покажешься. Наверное, этот, блядь, я норм... Меня хочешь послушать? В ней играть в дерьме? Хорошо, сдавай. По поводу... Ну, вообще, разговаривать нельзя, но ты можешь мне спросить что угодно. Мне просто понравилось то, что с Каравайом вот это у нас ситуация была, когда я понимаю ОСНФУ. Я просто не понял, почему сразу весь стол начал тебя гасить, короче, ну... Смотри, смотри. Да не-не-не, мне просто интересно, почему Кинцуху просто взяла так и вкинула, сразу говорит, что Вадим 100% там, короче, черный игрок какой-то. Че, проверяй? Ну, я не понял. Кинцуха очень часто так делает, сидит, улыбается, потом угорает. Бля, ну тут странная хуйня. Если реально Эвелон, блядь, охуенно открывает стол, то он... Я, когда весело открываю стол, когда я открываю стол, когда я открываю стол весело, все говорят, Эвелон очень эмоциональный, там, веселый, долбоеб, он, скорее всего, мафия. Когда я открываю стол, так как я сейчас открыл, вы говорите, Эвелон хуево открыл стол, он мафия. Но при этом 11, при этом 11 закрывает стол, говорит, ну все понятно, что тут ничего не понятно. совершенно говорите конечно абсолютно не проиграю 1 я потом приду до катка плотная все тут готово мало можно все да 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 30 секунд говорит то что он как-то стал неправильно я вадим еще к этому никак не относился я сказал про то что ты не заметил меня как фула фк игрока потому что я сейчас сильно пока ты возможно ты говорил да то что про десит не я это не слышал однако типа опустим этот факт и не помню почему генцуха так что на сто процентов верно что вадим черный гроб послел моего такого факта доверять на сто процентов вот и я не знаю я щас не знаю даже голосовать буду я чем-то как-то для меня вадим стал серым игроком он не станут для меня сейчас черным то что я не слышал его речь котором сказал про то что мы там играли долго спасибо большое сейчас секундочку так игрок по номер 6 так игрок по номер 6 и так первое что хотят сказать когда я проснулся я сразу прокомментировал историю смогли с кем потому что до этого когда я обратил внимание что он заметил несоответствие других игрока в частности там и в десятки в том числе я подумал блин он закрывая стол это сделал подрезюмировал то что я потом хотел сказать и тем самым себя очень сильно подставил я ожидал такого исхода и поэтому как бы укрепился в своей позиции сразу как проснулся поэтому я вкинулся в это второй момент сразу хочу сказать что наверное на первом раунде не страшно меня выкинуть как раз его игрока потому что в целом еще силы сил будет достаточно то есть это не критично для стола поэтому постараюсь сказать мнение спасибо большое ваши секунд назад я вам даже чуть больше дал так игрок под номером 8 ваш 30 секунд поехали на меня все равно остается между шестеркой и тройкой точно есть один черный игрок я не уверен что тройка для меня например чуть-чуть окраснилась но я говорю энергетика мне нравится тройка тройка ты красный игрок до энергетика просто перестал гнать на и вело на окей в азару 0 мне не нравится десятка десятка что я неуверенно сказал то есть ты ты там какую-то цепочку логическую составила пусть поговорит восьмерка мы с тобой даже никак в игре не пересекались это очень странно до меня было и мне нравится что вы например переговариваетесь когда мьютесь это тоже странно ты начал говорить что тройка пятерка точно типа красным для тебя для меня красный не точно для меня красный спасибо большое закончили большое спасибо игрок под номером 10 ваш 30 секунд короче заметьте то что я сказала про 13 и ну то есть то что я ему доверяю и 13 начал говорить что типа я там хорошо очень играю там на 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 начал говорить типа вот я очень был бы вам полезен если я играл за красную карту что такое было то есть я ему поверил и вот потом он этот сказал и я перестал ему доверять вот потом к этому начал эволон говорить по поводу того что да вот типа десятка сказала про егора крита что он красный и типа тоже для него он красный как мне кажется все большое тут черный вилон спасибо 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 и игрок под номером 11 ваши 30 и не вместе начали топить злого Хотела бы сказать про микрофон. Она мне действительно объясняла правила игры. Честно, 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 предчестно. Только правила игры. Но мы его больше не будем, естественно, выключать. Вообще не будем выключать, чтобы все было. Очень сложно. На самом деле такая напряженная игра. И сложно кого-то выделить. А особенно, когда вы еще по именам называете, очень сложно понять, кто про кого говорит. Но пока что я думаю только на двойку и все. Все так же придерживаюсь этого мнения. Спасибо большое. Спасибо. Игрок под номером 13. Ваши три секунда. Да. Короче, очень странно, как десятка переобулась. Это первое, что хотел сказать. Дальше. Потому что я вот сказал свое мнение исключительно. По поводу восьмого хочу сказать. Меня очень смутила фраза. Третий, ты красный игрок? Потому что обычно так всегда мафия спрашивает. Ну, это просто такое подозрение. Нихера не понимаю. И еще странно было, как Рикки Ди сказал, что, типа, ё, чуваки, можете, в принципе, меня слить. Как будто это такая защитная реакция. Типа, чуваки, я все равно красный. Хотя, мафия. Все. У меня все. Я хоза. Вообще. Спасибо большое. Итак, переходим к голосованию. Я перебылась после твоих слов, если что. По порядку. Кто голосует против игрока под номером 2? Поднимите руки. Одну руку вижу. Две, три вижу. Три руки вижу. Три пальца. Три пальца. И... Для меня подозрительный 2 и 13. Я тебе сказала, они голосуют в девятку. Ребят, спасибо большое. От вас требуется только голоса. Только голоса. Мы его не выставили даже, sorry. Выставили. Девятка? Ты не говорил, ничего же даже. Не, меня нет, меня нет. Ой, извините, я вообще без блять чуда. Я просто сказал, что у него речь хуёвая. У меня не... Давайте дальше продолжим голосование. Успокойлись? Марк. Успокойлись? Артур красный. Так, ага. Наташ, спросите ещё, кого вам нужно. Я подожду, в принципе. Сорян, Ваня, сорян. Давай дальше. Подождите. Амину, может, хотите спросить что-нибудь? Нет, нет. Продолжай. Ну что ты тянешь? Ты сам тянешь игру, блин. Да, очень странно себя десятка ведёт, sorry. Ну, конечно, конечно. Я тоже, кстати... Ребят, вам не кажется, что десятка себя странно ведёт? Может, десятка себя странно? Давай уже, блядь. Атонич, давайте ещё, может, поговорим, а? Давайте, поехали. Быстро проголосуем, быстро дальше пойдём. Стоп, а кто мне кинул... Можно по игре? Кто мне кинул... А, ты каравай мне кинул руку? Да. Блядь, давайте продолжим, пожалуйста. Пиздать. Кто голосует против игрока под номером 3? Ни одной руки не вижу. Хорошо. Кто голосует против игрока под номером 6? Раз, два. Две руки вижу. Три руки вижу. Три руки. Итак, игрок под номером 6, держите, пожалуйста, три пальца. Кто... Так, это тоже рука? Да куда он глядит? Он не успел. Он не успел, но он докинул. Да если что, да если что, и Егор Крид не успел. Знаешь, как Excel вёл, подожди. Извините, пожалуйста, Стопань, дай мне 10 секунд. Вот Excel, Excel, знаешь, как вёл, типа, поднимаем руки на счёт 3. Я знаю, я знаю, как вёл, я знаю, как вёл. А я веду так, что я вам всем даю возможность, пока не остановлю, голосовать. Дальше, идём, идём дальше, идём дальше. Если вы не хотите засчитать Ликса, давайте вы все единогласно скажете, что мы не хотим засчитать Ликса. Просто я у нас тут вроде как все товарищи, хорошие ребята. Я не вижу проблем подождать, чтобы кто-то докинул руку. Не, просто смотри, Вань, переобуваются. В середине игры люди переобуваются. Не засчитываю. Тогда игрок под номером 6, 3 пальца. Почему ты докидываешь тогда? Если хотите душненько, я вам даю 3 секунды, кто не успевает, у того голос моментально летит в последнем. Вот так хотите поиграть? Есть смысл. Да, резко, пусть люди поднимают руку, за кого не думают, а не, блядь, по всем. Потом мне не важно, что вы будете говорить. Кто не успел, пойдёт в последнего игрока. Не думали долго, да. Всё, значит, у нас имеет три голоса двойка и три голоса имеет шестёрка. Кто голосует против игрока под номером 8? Поднимите руки. Раз, два, три. Не одной руки. Кто голосует против игрока под номером 10? Раз, два, три. Пять рук. Так, подождите. Как у вас получилось пять рук? Ой, какой ты тупорылый, блядь. Тикай, звицы, пока при памяти. Блядь, это пиздец, ребята. Смотрите, как у нас получилось пять рук? Кто, кто? Как, они могут быть кого? Убили красного. Три было у Вилона, три у Рикиди. Ну, заметь. Это шесть. Да погоди, если вы не знаете. А, стоп, у нас 13 человек. Всё правильно, шесть. А, да, да, да. Всё правильно, Иван, всё правильно. Всё правильно, пятёрка. Тогда это больше, что да-да, сори, у нас здесь единство, да-да, ошибся. Ну, дальше не имеет смысла голосовать. У нас большинство решило. Последнее слово. Ну, смотрите, вы выгнали комиссара. Я была комиссаром, я проверила злого. Он красный. Я тебе говорила, что... Я Марку говорила максимально, что он красный для меня, потому что Эвелон... А что-то не скрылось? Ай, зачем мне вскрываться, блин? Зачем мне вскрываться? Зачем тебе скрывать, чтобы тебе не дикнули, дура? Мне слова не давали мне слово. Ты сидела, меня топила. Не перебивайте, пожалуйста. Пожалуйста, не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Всё логично. Пожалуйста, не перебивайте. Наташ, давай, я тебе ещё минуту заново даю говорить. Я всё логично говорила. Я говорила, что Эвелон просто вкинул на злого. Это поддержал Егор 13-е число. И всё, Артур, то есть получается, фулл красный. Всё. Я сказала Марку, намекнула ему на это. Я думаю, Илья Эксайл это заметит. Я понял. Амина заметила, типа, всё. Я максимально говорю, злой, красный. И это Эвелон просто начал говорить на злого, типа. А потом забыл про злого и начал голосовать в меня. Просто подумайте. Так смотри, что ты перебулась. Ты про злого ничего не говорил, а потом проголосовал против меня. Я сказал про первую речь. Я не перебулась. Ты перебулась. Спасибо, что ты следишь за игрой, Наташ. Спасибо. Побольше выключай микрофон. Вадим. Можно игрой в мембл? Спасибо большое, Наташа. Игрок по номерам 2. Я вот сейчас спокойно скажу. Если ещё раз, ну, кого-то будешь перебивать, я не буду повторять, делать исключений. У тебя не будет выбора, потом дальше голоса. Ты не будешь голосовать. Договорились? Выставлять. Ну, сколько раз? Выставлять, да. Не будет возможности выставлять. Она мне говорит не как по игре. Она мне с обижательством говорит, как будто в жизни, типа. Ты слышал эту речь. Она выключила вебку. Есть такое. Ваня, пойми меня и всех игроков, которые играют за столом. Каждый может играть, как считает, правильным. Каждый считает правильным. Да, но она обижается на меня вне игры, выключает вебку, а второй её игрок уходит просто куда-то. И до сих пор его нет. Уйди. Она сейчас придёт, блядь. Стой, Вань, можно по игре, пока игрока нету, можно повторить, кто против Наташи голосовал, пожалуйста. Я очень проебал этот момент, ребят. Ага, спасибо. А чего против неё проголосовали? Она резко начала в меня вкидывать, типа это пиздец. По девятке, объясню, по девятке я сказал, я даже уточнил. Я сказал, за первую речь. Я сказал, у меня даже написано. Так подожди, так мне спросили. Мне спросили, окей, давай, типа, буду молчать. Ну просто, я понимаю, что она не особо активно участия принимает. Вот, я объясню девятки. Глупые шутки на первом ходу. Вот, я написал даже специально, дурачок. Это я не сухий говорил. Мне кажется, что точно один из тех, кто против неё голосовал, точно мафия. Да это понятно, может и не один, там и три мафии может быть. Можно я скажу немножко? Почему я хотел проголосовать в шестёрку? Потому что я не хочу. Ребят, всё, ночь? Чё, сейчас ночь? Можно я сейчас на... Да, город засыпает, всё засыпает. Слушайте, ну что-то сегодня я хочу вас отругать. Вы сегодня вообще не собраны. Я не знаю, что с вами случилось. Мне кажется, на вас просто суперзвезда немножко повлияла, видимо. Вы что-то прям сами не свои сегодня. А-та-та, ремнём по жопе вас. Итак, все спят? Наташ, можете попросить этот звук на телефоне? Выключи, пожалуйста, хорошо? Это не у меня. Выключи у меня. Не у тебя? Да, спасибо. Итак, все спят? Просыпается мафия. Мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Я увидел, увидел вас. Спасибо большое. Рассыпается дон. Дон засыпает. Утро. Можно начать с меня? Подожди, кто умер? Сейчас будет четвёрка начинать. Что? Проснётся, блядь. Ну, в этот раз ваша уверенность вас подводит, потому что никто не умер. Никто не умер? Ну, блядь, злой. Ну, типа комиссар, я проверил. Тихо. Короче, у меня есть... Дай тебе, пожалуйста, скажу. Мафия краснил 13-го. Но мне очень не понравилось три слова по типу... Мафия только спрашивает. Вот Ликс спрашивает у Гарвая. Ты мафия? Ой, ты красный? Он говорит, да. Мафии... У нас сейчас общее обсуждение, да? Да, общее обсуждение. Спрашивает только мафия. Ну, типа зачем мафии спрашивать, красный он или нет? Каждый, который общий. А можно вопрос к ведущему? Типа. И твоим словам я тоже поддерживаю. Да, да, спрашивайте, что такое? Типа, типа, Рикиди, он очень подозрительный парень. Или ох. Можно по очереди, пожалуйста? Вопрос к ведущему такой? Мне кто-то услышал. Я не слушал вопрос. Можно вопрос задать? Дайте... Вопросы, говорите. А если сейчас все скажут, что можно... Могу ли я вопрос задать десятки? Как у нас? Если все проголосуют, что можно. Это мертвый игрок, нельзя. Это мертвый игрок, да. Нельзя. А что нельзя? Это поможет мирным. Она уже умерла, она не может. Она сказала, она сказала на последнее время. А что ты хотел бы сказать? Знаете, как я вступил? Я в первую ночь комиссару показал цифру, какого игрока проверить. И я не спросил у десятки, типа, какую цифру я тебе показывал ночью. Когда ты просыпалась. Вообще, по сути, мы это не делаем. Это бы повезло. О СНФу нельзя брать в расчет. Это ночная информация, она, ну, в день, ну, не должна. Мы же спим, ты же не лутай, ну, он не лунатик. Это срочно прям. Конечно, это обуст. То есть могут игроки синхронно показать разные цифры, а потом чувак скажет, я у этого видел то, у этого то, и все, и стол закрыт. На самом деле, просто мы так делаем в кадрах жизни. Что, выйти из игры? Да, тем временем, пока мы сейчас были в стриме, просили мой инстаграм, но я его не давала. Да, что же его не давала? Сейчас мне звонит мой парень, мой инстаграм кто-то слил. У меня повез, ну, типа, там, немного подписчиков. И он сейчас на меня на это орет, думает, что это я его дала. Поэтому мне нужно срочно выйти из игры и успокоить. Извиняюсь, конечно. Ну, личные проблемы, я думаю, мы можем... Почему нет, если это... Ты можешь стать АФК, смотри, ты можешь стать АФК, поговорить с ним, и пока до тебя речь дойдет, ты не успеешь? Нет, а ты не будешь продолжать игру? Наверное, я не буду уже продолжать игру. Давайте, ребята, да, я думаю, что мы тут все будем вежливыми, и, ну, конечно. Если у вас, ну, трудности есть, почему нет, да, 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 ничего страшного нет, нет, мы не вскрываем карту, просто молча тогда, да, решать свои проблемы, да, все, 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 спасибо за стрим, было прикольно. Спасибо за компанию, спасибо. С нашим мафия я и 9. Что? Ну, что показывает? Короче, у меня очень... Маршот хотелось... Все закончилось, вам. Ты мне говоришь, что я мафия не... 9. Если 10-й комиссар, как ты, как можно... Ты говорил, что один из нас, один из нас... Нас общее обсуждение. Секундочку. Можно вопрос? Стоп, стоп, стоп. Блядь. Амина, смотри, сейчас общее обсуждение. Можно как-то пометить 10-й, 11-й, что они не играют, чтобы понятно было, кто в игре... Да, они могут выключить вебку. Наташ, выключи вебку. Наташ не слышит, а, по-моему, она без наушников. Или она зависла, я не знаю. Наташ! Наташ! Помогает, она не зависла. А, она нас не слышит, она нас не слышит. Она не слышит, да. Ну, она сейчас подключится, и мы ей напомним. Марк, что ты хотел спросить? Да я ничего, я сейчас скажу на своем слове. Ты бросил, Илюх. Пока у нас общее обсуждение, Егор, я тебе скажу, потому что не успел за свои 30 секунд. Ты говорил, что... Спрашивал, почему мы проголосовали против Наташи. Я голосовал, я себе плюсики помечал напротив каждого, у кого у меня какие-то странные моменты были. Напротив Наташи я пометил плюсик, потому что, а, она спуталась в показаниях, во всех причем, на всех раундах. Она переобувалась, в том числе, между прочим, и с тобой. То есть, она вот так вот выискивала такие моменты, чтобы кардинально поменять свое мнение. Но, опять же... Она выкрикывала так же, она выкрикывала... Крикывала, каждая ей говорит, она... Но, опять же, она не может быть мафией и фейковым комиссаром, это тоже невозможно. Она, по-любому, была комиссаром. Вот все. Я хочу к тебе обратиться, потому что очень запутался по столу, по игре. Для меня ты красный игрок, я буду играть с тобой до Таловой и с Артуром. Артур, смотри, на тебя сейчас главная роль за столом, потому что комиссар обозначил то, что ты красный игрок, тебе сейчас все будут пытаться подмазать. Поэтому твое слово за этим столом будет, как минимум, одно из решающих, потому что ты красный игрок априори для всех. Ты вся красная... Остается, Эвелон, два, серу уже ближе к черному, потому что он голосовал против Наташи, я этого не понял. И Ликс, которого мы сейчас выгоняем. Спасибо, спасибо большое. Для меня мафия салон, два, восемь и шестерка под сомнение. Ваша номинация. Кто мафия для тебя? Два, восемь, шесть под сомнение, как я говорил с начала игры. А номинация, номинация? А, Ликс, Ликс, номинация. Спасибо большое. Итак, игрок под номером пять, ваша минута. Я Верю Генсухинич, с ним с этого я уверена, что цена комиссар. Она сказала, что девятый — это красный, я ей верю, я буду играть с девятым. Помимо этого я играю с четвертым, потому что он говорит уверенно, я чувствую у него хороший эмоционал. Вот, на третье мне говорит, что он красный. Я, опять же, мне не нравится эмоционал шестого. По восьмому я не могу ничего сказать, но человек, с которым я играю, говорит, что это восьмой, но я пока не могу быть в этом уверенно, несмотря на то, что я с ним играю. Я выставлю шестого. Появилону ничего сказать не могу. Каравай слишком пассивный. С Эксайлом я также играю. По Егору сказать тоже ничего не могу. Мне трудно. Номинация будет какая-нибудь? Шестерка. Спасибо большое. Ребята, можете не держать руки. Я запишу вас. Так, игрок под номером шесть. Ваша минута. Да. Значит, кто красный? Я тоже верю Генсухе. Так как комиссар бы вскрылся сейчас уже, это имело бы смысл. Поэтому Зой красный. Марк тоже красный. Я считал одиннадцатый игрок красный. Поэтому очень большая проблема, что он просто без ночи, без голосования ушла, снизив нам шансы. И третий. На самом деле, по тому, что я наблюдал, Каравай в таком состоянии. Обычно красный игрок. Не знаю, я замечаю, что он черный. Он гораздо более нервозно себя ведет. Вот. Из тех, кто остался, есть подозрения на Ликса. У меня было подозрение на Артура, но его уже проверили. Он красный. Поэтому, наверное, это Ликс. Восьмерка. Спасибо большое. Оставляем ККС, да, значит? Да. Спасибо. Дим, можешь руку не держать? Или ты просто... Мне несложно. Ну, я от тебя записал уже. То есть, смотри сам. Итак, игрок по номерам семь. Ваша минута. Как так можно играть за комиссара? Я просто не понимаю. Типа, Генсуха для меня была максимально черным игроком. Поэтому я в ней голосовал. Потому что, когда она говорила свою речь, мало того, что она переобулась там по поводу тринадцатого, так она еще... У нее есть речь. Комиссарская речь. То есть, ну, некоторые игроки понимают это по игре, то, что это комиссар. И она говорит про Эвелон. И она просто заостряет внимание на том, как Эвелон открыл стол. Писал, сал, стоя, сидя на гаражах. Я просто, ну, я перестал ее слушать. Это максимально тупо. Она могла бы вскрыться комиссаром на оправдательные речи. И, типа, ее бы доктор захилил бы следующую ночь. Доктор у нас до сих пор есть. Артур красный игрок. Еще раз повторюсь, мафия — это не только та игра, где нужно найти мафию. Еще нужно найти союзников. Я буду играть со злым, но это очевидно, потому что доктор засевил. Доктор у нас до сих пор есть. Это круто. С Марком сыграю. Доверясь ему, буду голосовать против Эликса. Ну, потому что мне максимально не понравилось, как ты докинул руку. Ну, скажешь еще, что у тебя есть. Спасибо. Спасибо большое. Номинацию еще раз. Я прослушал. Ну, все оставляю как есть. Да, спасибо большое. Игра по номеру 8, ваша минута. Окей. Еще раз говорю, я докидывал руку, потому что у двойки было три голоса. И для меня шестерка более черный игрок. У двойки было три голоса на голосовании. Я докидывал руку, чтобы он не вылетал. Чтобы вылетел шестерка, который для меня всю игру является более черным игроком. Потом девятка. Я десятки объясняю. Ее ужасная речь, как подтвердила семерка. Она сначала не играет с Егор Кридом. Потом она говорит, все, Егор Крид, двойка и тринадцатый черный игрок. Чего типа она говорит? И на меня начинает знать. То есть она, она, это ужасная роль за комиссара. И поэтому она для меня оказалась черной. За кого мне было вкидывать еще? За кого? Если я на шестерку, мой голос не засчитали. За кого мне вкидывать? Я играю с девятым игроком. Что? Я предлагаю выиграть шестерку. Я предлагаю выиграть шестерку. И для меня подозрительна, например, тройка, который на меня почему-то пушит. Почему ты на меня пушишь? Ты пассивно играешь. Пятерка это отметила. И я это вижу. Я с самого начала это подметил. Но ты почему-то играешь в меня. Хотя я не делаю черных ходов. Это странно. Спасибо большое. Номинация. И семерка странно, что в меня... Семерка вообще ни разу в меня не шла. Ни разу в меня не шла. Семерка. Правильно? Номинация семь? Чего за бред. Все понял. Записал. Спасибо большое. Можно? Да. Говорите ваше. Мне кажется, что у нас осталось все-таки три мафии. Это 4-6-7. Сейчас объясню почему. Марк, ты говорил, что четыре человека голосовало в Генсуху, но ты шестерку пропустил и влепил в Ликса. Рикити вообще ничего толком не сказал. И также просто влепил в Ликса. Эксайл. Зачем ты говоришь про прошлую игру? Это и так понятно, что Генсуха ступила. И последние твои слова, которые были по этому столу, это просто про Ликса. Потому что он последний кинул. Это все мои пока суждения на этот стол. Про Ликса вообще не могу сказать. Хочу услышать о Валона, что он скажет. Может он меня получше, так сказать, раскроет мои глаза. У меня все. Это номинация или нет? Я не понял. Представляю четверку. Четверку. Хочу послушать его оправдание. Почему ничего не сказал про шестерку? Раз мы все пятерки. Хорошо. Игрок под номером 4 номинирован. Игрок под номером 13. Ваше время. Когда первый раз мы вот открылись, десятка про кого говорила, что ей кажется, что мафия. Пора двойку, да? Она говорила про двойку, и потом она сказала, что после моих слов, типа, она поменяла мнение. Но тогда почему в первую ночь она не проверила ни двойку, ни меня? Вот это мне тоже было очень странно. Это какой-то странный мув, типа, за комиссара. Если ты точно уверен в ком-то, почему ты, ну, не проверишь, блядь, и не убедишься. Так, все, нахуй, надо его сливать, надо его проверить. Это странный мув. Может быть, она слишком имбово поиграла за мафию, ее слили, она расстроилась из-за этого и приставилась комиссаром. Но при этом она сказала про Артура, типа, что он не мафия. Но при этом он точно не мафия. Она бы не стала говорить про своего и вот так палить. Короче, я пиздец запутался, я не понимаю вообще, с кем играть. Мне очень интересно поставить, послушайте Вилона. Паша мне до сих пор странный кажется и слишком эмоциональный номер 8. Все. Но это чисто, я не знаю, какой это игрок, но просто эмоционально по этому. И четверка как-то странновато играет. Все. Спасибо большое. Номинации будет? Честно, блин, ну давай шестерка выставим. Да. А двойка, а двойка? 4, 6, 7, 8 номинирован. Тогда я двойку выставлю чисто для того, чтобы послушать еще после минуты 30 секунд. У меня будет минута. Хорошо, хорошо. Да, спасибо. Спасибо. Игра по номерам 2. Смотрите, смотрите, объясню. Мне нравится, как здесь играет сейчас 4, 7, 13 и 5, поэтому оправдываться буду именно для вас. Смотри, почему я проголосовал в 10? Марк, ты серьезно? Эта игра за комиссара? Десятка? Вскрывается комиссаром, когда ее уже выгнали. Первое. Это очень глупо. Она гонит на меня, веря Караваю. Ладно, ну типа, она не чекает Каравая. Смотри, она не чекает Каравая, но она верит Караваю 100%. Она говорит, Каравай 100% красный. Я верю ему, что Эвелон черный. Но при этом она чекает девятку. Вскрываясь в самом конце хода, когда ее уже выкинули. Но ты понимаешь, что мы все выкрикиваем. Можно было выкрикивать и сказать, я комиссар. Проголосовали бы за нее? Нет. Не думаю, что Генсуха настолько умная, чтобы скрыться фейковым комиссаром. Но она так один раз делала. Но это, мне кажется, нет. Это шанс очень маленький, что мы убили сразу комиссара. А типа, осталась Генсуха. По поводу тройки, это вообще полный пиздец. Я каждую игру, я тебе обещаю, Каравай, каждую игру будут засаживать тебе просто нахуй. Потому что ты играешь только от этого. Только от этого. Ты засаживаешь мне всю небанную игру. Кто номинирован? Скажи, пожалуйста. У Эвелона есть еще 30 секунд, которые мы обманываем. А можно сразу мне 30 секунд тогда оправдательные? Нет, нельзя. Хорошо. А кто выставлен? 2, 4, 6, 7, 8. Выставлю троечку. Да. Троечку, я понял. Спасибо большое. Сейчас троечка. Ваша минута, говорите. Я понимаю, Вадим, в каком плане засаживать? Ты мне говоришь, что следующих будешь засаживать. Я тебе сказал по фактам, что тебе не понравилось. Я сказал, какой всегда? Мне сейчас не понравилось, потому что ты сейчас сидел, как я... Блин, я не знаю, как объяснить. Боже, я просто не записывал. Я все слова просто в башке не могу хранить. Короче, я сейчас скажу про Диму, то, что он говорил. Он говорил 3, 9, и в этих двух человек есть один 100% черный игрок. Если 9 красных игроков по его словам, я черный игрок. Нет, ты говорил, Дима, ты говорил про меня и про злого. И сейчас ты просто переключился на шестого игрока. Просто на шестого игрока переключился, и все. Про меня вообще забыл. Я не понимаю этого. И я, Вадим, тебя никак не засаживаю. Я говорю по фактам, что мне кажется. Я с тобой знаком очень давно, и поэтому мне по твоему эмоционалу, по твоим глазам прям видно, что ты вот сейчас... Для меня он стал черным прям игроком. Конечно, он был в первый раз черный, потом серый, и сейчас в 100% черный игрок. Я не понимаю, почему Генцуха сказала про меня то, что я сказал про Вадима, и она верит мне 100% в то, что он черный игрок. Я вот этого не понимаю. И то, что злой сказал, полный бред. Спасибо большое. Номинация. Оставляем как есть? Я понял. Итак, теперь начинаем... Марк, свежий начинали, да? Да. Теперь аппортатель. Да, теперь у нас по 30 секунд оправдательной речи в таком же порядке пойдем, и игрок под номером 4, ваши 30 секунд. Бля, это пиздец. Короче, смотрите, ребят. Бля, стой, с вами можно обналичивать? Сейчас у меня очень много мыслей, пытаюсь их сжать. Нет, нельзя. Вань, ну пожалуйста. Ну, что поделать? Может, ты сыпьешься, откуда я знаю. Так что все по-честному, Марк, соберись. Короче, смотрите по столу. Артур, ты очень запутался, поскольку, блядь, я не знаю, у меня дохуя мысли. Я не знаю, честно. Смотрите, просто слейте восьмерку, потому что восьмерка делает очень странные мувы. За всю игру он про шестерку, ни слова не сказал, и моментально его выставляет, говорит, что он мафия. И, блин, ты полный бурак, блядь, который является мафией, выставляет же свою мафию. Спасибо большое. Спасибо. Блядь. Так, игрок под номером 6. Ваши 30 секунд. Блядь. Первое, я считал Наташу черным игроком, потому что она путалась. Следующий, она была не единственная, кто путался. Следующий путался Ликс, поэтому я считал, что он самый черный игрок. Очень важный момент. Артур, я верю, что ты красный, но ты запутал весь стол, начав всыпать, короче, подозрения на всех. И третий игрок, ты запутался. Ликс думал на третьего и на меня, а ты сказал третий и девятый. Ты либо пропустил это, либо ты что-то пытаешься извернуть факты. Вот, мне это кажется странным. Ты про седьмого говоришь? Нет, про третьего сейчас говорю. Вадим третий, каравай который. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Игрок под номером 7, ваши 30 секунд. Так, я думаю, что самое время вскрыться доктору, потому что ты в любом случае, ну, как я понял, ты хилил Артура эту ночь. Соответственно, он засейвился. Артур засейвил, ой, жестко запутал стол. Доктор, тебе сейчас нужно вскрываться, потому что нужно сейчас вскрывать одного красного игрока. Ты, собственно, эту ночь себя хилишь и обезопасиваешь себя на следующий ход. Я умираю. Я вылечила Марка ночью. И он остался живым. Так, игрок... Вот три мирных игрока уже наставил. Марка. Вам предупреждение, да, устное? Ну, зачем? У нас 5, 7, 9, 4 красные игроки. Была же возможность, ну, была же возможность. Ну, чё, ну, ладно, нет, ну, ладно, прощаем, конечно, но теперь у вас уже есть информация по столу. Ну, если вы видите, конечно же. Фейковый комиссар. Типа, Явелон, Кравай, и они друг на друга гонят? Тебе две мафии? Тупняк. Так, ребят, давайте дальше. Оправдание у нас идёт. Игрок под номером 8, 30 секунд. Кравай. И Марк. Где я менял свою точку зрения? Я шестёрку подозревал в самом начале. Девятка для меня был чёрным игроком, потому что он сидит, молчит. Когда десятка вскрылась с комиссаром, никто не ответил, что это фейковый комиссар. И она комиссар, но она максимально это запутала. Я поэтому стал играть с девяткой. Тройка на меня постоянно гонит, и я от тебя не уходил, тройка. Я не такой, типа, ой, я погнал на тройку, и всё, уйду. Ты для меня подозрительный игрок, потому что ты неуверенно говоришь. Ты играешь пассивно, ты играл так же, как девятка пассивно, только девятка проверенная, а ты нет. Понимаете, играешь с девяткой, почему-то... Спасибо большое. Что, почему я... Пожалуйста, у нас оправдательная речь, не общайтесь друг с другом, мы по очереди говорим. Игрок под номером 2, спасибо большое. Игрок под номером 8, мы вас услышали. Игрок под номером 2, ваши 30. Короче, я думаю, мне надо пересесть на примерно 10-й, 11-й, 12-й стол, потому что как бы я не открыл стол, каравай на меня пиздит. Я даже чисто для интереса после игры за Чеков... Я не про стол, ты повариваешься. Можете замолчать, пожалуйста? Я буду кидать руку в Ликса, потому что вот это докидывание руки, это самое основное, что палит... Спалит мафию, это всегда. Потому что... Потому что нужно считать, раз, два, три, чтобы люди голосовали за кого они хотят, а не чтобы... Блядь, внутри голосую туда, и я, типа, докину, ладно, окей. Типа, если ты хотел меня засейвить, ну, это было, наверное, самое странное, потому что там был агент Суха, которая сыграла как идиотка, ее выгнали бы, скорее всего. Спасибо большое. Можно вопрос ведущему на 5 секунд, пожалуйста? Да. А можно, пожалуйста, на доверии я включаю режим, буду записывать телефон у меня дома ни бумаги, ни карандаша, ни ручки, я серьезно. Я на доверии. Записывай, замену. Типа, честно, я просто... Не, просто еще это на твоей совести, типа, мы тут все вроде... Да, да, я понимаю, ребят. Можно? Да. Окей, окей. Какой... Игрок по номерам 3, ваши 30 секунд. Кто? Ты, ты, ты. Нет, вообще-то дискорь взлога. Вадим, я снова раз повторю то, что я про начало стало тебе ни слова, ни сказал. Я тебе сказал про то, что ты не заметил меня, то, что я сижу АФК. Ты про это еще не сказал, я это подметил. Я не говорил про... Все, ладно, короче, я не буду говорить ничего, потому что для меня сейчас самый черный игрок на этом столе, это восьмой игрок. Здесь 5, 9, 4, 100% красные игроки. Седьмой игрок говорит то, что он красный, но еще не 100%. Я знаю то, что я очень пассивный игрок, и у меня нет никакой роли. Я просто мирный обычный игрок. Я пас. Спасибо большое. Итак, вы услышали оправдательные речи. У нас номинированы игроки 2, 3, 4, 6, 7, 8. Сейчас. У вас будет 3 секунды, как вы хотели. Не успевайте вкидывать руку, уходит автоматом ваша рука, и потом игрока под номером 8. Спасибо. Итак, кто голосует против игрока под номером 2? Поднимите руки. Раз, два, три. Не одной руки. Кто голосует против игрока под номером 3? Раз, два, три. Одна рука. Кровая, один палец, пожалуйста, держи. Кто голосует против игрока под номером 4? Раз, два, три. Не одной руки. Кто голосует против игрока под номером 6? Раз, два, три. Не одной руки. Кто голосует против игрока под номером 7? Раз, два, три. Ничего, незащитная рука. Нет на руке. Кто голосует против игрока под номером 8? Раз, два. Ну, может, не понимать, потому что все остальные, соответственно. Итак, игрок под номером 8. Что это было? Я не понимаю, зачем тройка и четверка меня сливают. Я сказал, почему я вкидывал в шестерку руку, я это объяснил. Следующий игрок для меня был подозрительным десятка, потому что она путала стол. Я красный игрок, и я не знаю, зачем вы это делаете. Блядь, Дмитрий, он так ушел, меня аж грустно стало. Не надо выходить. Да он всегда нажал истек давит, блядь. А, это так вебхиттер выключаются? Да. Че, кстати, так удобно? Это апгрейд за 60 баксов такой модный. Хуя, не могу предложить вот так вот голосовать, чтобы ты голоса не читал? Типа, кто выставляет вот так вот делает? Да не, давай руки. Да не, руки нормально. Она исчезает, она потом исчезает. И потом просто не посчитаешь, да? Если он просто... Все, окей. Мирный нам конец, походу. Так, ну конец вам или не конец, вы узнаете в конце игры, наверное. Посмотрим. Засыпайте. Да и бить. Да не, давай не будем узнавать вообще. Ну да, в принципе, я хорошо поиграю, ребят, все расходимся. Итак, все спят. Все, вроде у всех все выключено. Поехали. Так, секунду. Распадется мафия. Мафия. Мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Я понял вас. Просыпается дон. Дон засыпает. Дон засыпает. Да, это логично было. Но он бы не умер, кстати, если бы пятерка не вскрылась. Да. У меня один вопрос. А почему ты меня не полечила, если меня взяли самым красным? Тендерли. Ну типа, почему ты именно полечила, Марка, если типа мафия должна была бы убить меня. Смотри, короче, у меня в голове была многоходовочка, бро. У меня была огромная многоходочка в голове, смотри. Я подумала, что раз у тебя доктор, они могут, короче, убить меня. Я решила себя, короче, вы поняли, себя, короче, лекнуть. И потом подумала, блядь, наверное, они кого-то другого убьют, потому что они знают, что я тебе лекну. Так ты, 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 Марка, да, я тоже на это рассчитывал, на самом деле. Но ты, Марка, в любом случае, хилил, и то есть нам уже не спасти. Ты, Марка, ну, то есть у нас в любом случае, у нас не вскрылся комиссар, только если Мокривский не был комиссаром в самом начале. Кто сказал? Нет, это, нет, нет, нет. Кто сказал до того, как ты вскрылась, что типа по-любому лечили кого-то там? Артура или кого-то? Это Эксайл сказал. Слышь, меня очень, очень хорошо. Что он сказал? По-любому лечили Артура. Ну, потому что, чтобы у нас было больше красных игроков на столе, чем Артура не она лечила. Ну, кстати, по факту, нет, это нормальная, кстати, нормальная фраза, лечить Артура, потому что он 100% красный. Но я говорю, тут ходит мысль в том, что Генсуха вскрылась просто так, но я лично в это не верю, зная Генсуху. При мне она вскрылась один раз комиссаром за все игры, и она себя вела более открыто, нежели как она вскрылась сейчас, когда ее кикнули. Это самое глупое, играю за комиссара. А может быть, ты вторая мафия, и ты просто ее тем самым покрываешь? Да, может быть. Да, может быть. Да. Потому что ты уже другую игру про это твердишь, блядь, постоянно. Нет, нет, нет. Потому что он на тебя только что догнал. Смотрите, я говорю, смотри, а можно, смотри, 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 генсуха, послушайте, нет, послушайте мою речь, послушайте, смотри, как я могу играть с десяткой, подожди, Паш, как я могу играть с десяткой, если она проверила девятку, поверила, она сказала, кровать 100% красный игрок, Айвелон 100% черный. И одиннадцатый номер, который является ее сестрой, она размутилась, сказала, ну, я не знаю, ну, вторая 100% черная. Ваше общее обсуждение закончено. Это бы самое дебильное просто. Спасибо всем большое. Итак, мы в прошлый раз начинали с игрока под номером 4, сейчас мы начинаем с игрока под номером 5. Ваша минута и ваша номинация. Ребят, короче, я верю в Сайлу, я знаю его эмоционал, я с ним играла не один раз, я повторяюсь, я играю с ним. Также насчет крова, я говорила, что он очень пассивный, и мне непонятно, собственно, кто он. Сейчас я могу сказать то, что для меня он красный. Объясню почему, потому что по эмоционалу очевидно и видно, чувак оправдывается реально честно, он говорит правду. Я уверена в том, я буду играть с Эксайлом, с Караваем по-прежнему, и также с Артуром. Насчет шестого, я говорила и гнала на него то, что он черный. Сейчас я не могу сказать нихуя, потому что я все забыла. У нас остается, собственно, если вот, ну, вы поняли, если выбить, короче, остается Егор и остается Эвелон. Это два человека, мне абсолютно непонятно, что и как. Я сказала просто свои мысли, поэтому я буду выбирать либо 2, 6 или 13. Все. Точно не 3, точно не 7, точно не 9. Блядь. Сейчас. Я, наверное, так же ударил в шестерку, но это необоснованно. Честно, это необоснованно. Спасибо большое. Номинирован игрок под номером 6, я понял. Игрок под номером 6, ваша минута, ваша номинация. Я рад, что вы меня номинировали, у меня будет дополнительная минута, если что. Я считаю, что злой Марк, пятерка и семерка красные. Я думаю, что двойка, тринадцатый, третий и восьмой были подозрительные игроки. С восьмеркой, я думаю, мы точно срубили мафию. Почему я тройку туда отнес? Потому что я вначале говорил, что по эмоционалу он был очень спокойный, а потом в конце начал чуть-чуть нервироваться. И для меня это обычно признак того, что он черный. Я как бы... появились подозрения. Поэтому я выставляю тройку. Спасибо большое. Игрок под номером 3 номинирован. Игрок под номером 7, ваша минута, ваша номинация. Так, я по-прежнему считаю, что Генсуха все-таки скрылась комиссаром, не фейковым. У нас есть информация по Артуру, есть информация по Тендерли и по Марку, который тоже ушел сейчас красным игроком. Соответственно, у меня сейчас точно есть два союзника, это пятерка и девятка. Хотя злой непонятно почему бы меня гнал и запутал. Я поэтому хотел, чтобы Доктор вскрылся, но вскрылась Тендерли. Хотя она самый реально красный игрок. Наверное, хотел, чтобы кто-то более спорный вскрылся. Но, тем не менее, по столу. Сейчас для меня все-таки самый черный игрок это Рики. Потому что мы с тобой играли. Ты один раз играл за Мирного, один раз играл за Мафию. За Мирного ты отлично отыграл. За Мафию ты поплыл жестко. И, возможно, когда тебе абсолютно каждый игрок ткнул носом, то, что ты за Мафию потерялся, сейчас ты под конец тоже опять начинаешь теряться. Ну, ты собрался в начале, но сейчас ты опять начинаешь теряться под конец. Поэтому я буду придерживаться, наверное, шестерки сейчас. Мне кажется, мы одну Мафию точно убрали. Спасибо большое, ваша номинация. Буду послать против Рики. Ну, оставляю как есть. Я понял, я понял, понял. Игрок под номером 9. Ваша минута, ваша номинация. Если Марк был, ну, Марк был красным, но он показывал на Exile, типа, что он мутный. Илюха, мне просто не нравится то, что ты каждый ход твердишь, что и так понятно. Так же и Рикиди тоже. Вы говорите постоянно понятные вещи. А то, что всегда, ну, блядь, и так все, зачем вы это повторяете? Я, типа, я не могу понять. Буду играть с пятеркой, вот только с пятеркой, потому что других я вообще не могу к себе подпустить. Мне немножечко очково. Каравай теряется в сомнениях. Я с тобой играл кучу раз. Ты был и гиперактивным, и гипернеактивным. Когда ты красный, ты суперактивный. Ты прям демон. И кит Вевелона, это, типа, не знаю, потому что ты с ним постоянно играешь. Это как слушать инсайдера, когда он красный. Всегда его слушать, а потом сосать в конце. Так что я подожду голосовать. Выставлять никого не буду. Спасибо большое. Игрок по номерам 13. Ваша минута, ваша номинация. Седьмой, а ты против кого проголосовал сейчас? Кого выставил? Прочитал. Шетерку. Смотрите, у меня есть ощущение, что мафия кроется между два... Семеркой объясню, почему. Когда голосовали против игрока, против Ликса, когда поднимали руки, он поднял руку и такой, типа, как-то неуверенно. Я не знаю, просто такой был жест. Но это... Управил волосы, и я изначально говорил против восьмого. И не понял, голосовать или не голосовать. Как будто он не хотел стрелять в мафию и думал, типа, проголосовать с большинством или нет. Вот такое было ощущение. По мне, мы убили одну мафию точно, восьмерку. Да, по-моему, восьмой он был. И вот вторая мафия... Вот для меня шестерка даже более сейчас стал красным игроком, нежели Эвелон, Каравай и седьмой. Вот как-то вот где-то вот в этой троице кроется мафия. О, гриф он даже получил. Я выставляю, получается, игрока под номером семь, если он еще не выставил. Спасибо большое. Но это жесткая игра, это очень сложно. Выставлен. Итак, игрок под номером два, ваша минута, ваша номинация. Мне больше нравится речь семерки, чем тринадцатого. Пятерка сто процентов и девятка сто процентов красные. Почему многие говорят одно и то же? Потому что люди хотят дать от своей минуты конструктив. Я не понимаю, почему до сих пор для многих является, ну кроме тринадцатого, да, Каравай является красной картой, хотя всю игру он топит просто меня за весь стол. Я теперь понимаю примерно, как нужно против Каравай играть. Я буду просто взрываться жестко на него и все. Шестерка явно намного лучше поговорил, чем тройка. Заметьте, вы говорите, что шестерка запутался? Вы слышите речь тройки вообще? Я не понимаю. Вы слышите, что он говорит? Он явно намного хуже поговорил. Он запутался и он просто топит меня. Он услышал речь десятки, он верил четверке и просто топит пятерка, девятка и все. Ему абсолютно все равно. Конечно, он присосался ко всем красным. Это логично, это нормальный ход. Я бы выставил тройку и говорю Криду. Семерка, мне кажется, более красной картой. Мне почему-то кажется, что это красная карта из-за ОСНФ. Ваша номинация? Тройка. Игрок под номером 3 номинирован. Игрок под номером 3, ваша минута, ваша номинация. Я объясню Паше, почему я сагрился. Потому что Вадим просто ни за чего начал орать на меня. Я пояснил свою точку зрения, я сказал ему. И то, что Вадим говорит, что я как-то нескладно говорю, я не записываю ничего. У меня все в голове просто это. И, блин, я, как можно так сказать, типа, не старой загалки, можно так сказать. Короче, не знаю, как объяснить. Но у меня, я не могу просто... Не, это не обидно. Это я имею в виду то, что просто... Короче, я не... Не имел в виду еще обидеть там ничего. Просто имел в виду то, что ты записываешь. А мне очень трудно говорить. Тем более я... Я, ладно, я типа постоянно ссылаюсь к этому факту, что я не спал. Но, короче, вообще забудьте это, то, что я говорил. Я понимаю, я сейчас тут самый просто пассивный игрок. И просто у всех я 50 на 50. Я не могу быть ни черным, ни красным игроком. Я просто серый для всех. Но просто вам сейчас выгодно убрать либо меня. Хотя даже выгоднее меня убрать, потому что мы Диму спихли. Поэтому я как раз на Диму гнал. Еще и на Вадима гнал. Спасибо большое. Ваша номинация? А второй выставлен, да? Да. Да, да. А, нет, нет. Двойка не выставлена. Нет, двойка не выставлена. Выставлена 6, 7, 3, 2. Двойку выставляем, да? Мне казалось, мне кто-то вопрос послушает. Да, я послушаю плюс. Хорошо. Интересно, что он оправдывается. Сейчас двойка выставлена. Так, все. Вы всех послушали. Теперь оправдательная речь также по порядку. Пойдем, начинаем с игрока под номером 6. Ваши 30 секунд. Артур, вот ты спрашиваешь, зачем повторять одно и то же. А это принципиально важно, потому что каждый раз, если ты придумываешь новые теории, ты очень часто запутываешь всех. А когда ты объединяешься, вспоминаешь важный факт. Важный факт, что пятерка красная, ты красный, эксайл, скорее всего, красный. И есть подозрение на второго, третьего, тринадцатого. Я уже сказал конкретно, почему я считаю, что это третий, и нужно обратить на это внимание. Наверное, есть такой момент, что для нас это сейвовая такая опция. Мы можем себе это позволить. Эти 50% шанса, что он красный. А если он мафия, то у нас останется только одного. Как бы потом слить. И это вот будет уже сложно. Спасибо большое. Игрок под номером 7, ваш 30 секунд. Так, ну, выставил мне Егор, и я буду сейчас перед ним оправдываться. Прошла целая игра, есть дофигища инфы, и ты решил довериться тем, что я неуверенно поднял руку, как-то неуверенно почесал волосы, хотя я реально поднимал руку, и в конце своей речи предыдущего круга я сказал, что я буду голосовать против восьмерки. Я это сказал, ты можешь там пересмотреть как-нибудь потом. Ну, просто тебе хочу сказать, что я красный игрок, и меня не стоит выкидывать. И просто хочу переубедить, потому что ты, мне кажется, тоже красным игроком более-менее. Спасибо большое. Игрок под номером 2, ваш 30 секунд. Короче, скажу так. 13 номер, мне кажется, запутался. 7, мне нравится только по эмоционалу. Да, он говорил про восьмерку, я тоже говорил про восьмерку. Сам больше мне здесь не нравится каравай. Тупо потому что, вот я объясню так, тупо потому что он топил всю игру меня, и ход 10 номера, который 100% доверяет караваю, но при этом чекает девятку, и говорит, что я 100% черный. Либо это тупорылая игра за комиссара, либо, возможно, мы убили Макривского типа, и все. Все, ну типа я буду прочь караваю. Игрок под номером 3, ваши 30 секунд. На самом деле, Паша сказал хорошую речь в том плане того, что от меня просто небольшой смысл играть, ну от меня небольшой смысл к этому столу. У вас сырья просто под самим 50-50, и у вас другие, мне кажется, даже просто либо да, либо нет. Ну не знаю, как объяснить, но короче, я на этом столе никакого конструктива вообще не вожу, но я на этом столе мирный игрок. Я просто, не знаю, запутался очень сильно, я всю игру на Вадима говорил, я просто про других вообще даже забыл, можно так сказать, короче. Я просто запутался в игре. Я мирный игрок на этом столе, но решайте сами. Спасибо большое. Вы что, гоните? Блин. Я напоминаю, у вас номинированные игроки под номером 2, 3, 6, 7. Ваши голоса против игрока под номером 2. Раз, два, три. Одна рука, один палец, игрок под номером 2, держите один палец. Ваши голоса против игрока под номером 3. Раз, два, три. Две руки, игрок под номером 3, два пальца, пожалуйста, держите. Кого сейчас было? Блядь, я смотрел на злого. Я... Можно переголосовать против третьего, пожалуйста? А зачем ты смотрел на злого, если он не номинировал? Злой проголосовал за меня, и поэтому мне хотелось посмотреть, почему, типа, я смотрел на злого и проебал. Нет, нельзя, Вадим, я вас предупреждал, вы хотите играть в новую так, вот мы играем так. Три или два? Все, два, два пальца. Если ты, блядь, так играешь, я в ахуе буду. Кто голосует против игрока под номером 6? Раз, два, три. Два пальца. Игрок под номером 6, держите, пожалуйста, две пальца. Кто голосует против игрока под номером 7? Раз, два, три. Один голос от Эвилона. Мой голос просто достается. Я хочу, я сейчас, я Эвилона хотел засоветить, потому что я не считаю, потому что из-за проеба Эвилона сейчас Рики с Караваем будут переголосовываться. Потому что я, а не, все правильно. Я затопил сейчас, блядь, пиздец, пожалуйста. Поясни, пожалуйста, еще раз. Забейте. Я, получается, не голосовал, и мой голос сейчас уходит в Рики. Мой голос сейчас уходит в Рики. Эвилон, у тебя же один палец был? Да, один. Так, у Каравая два. Блядь, мы можем просто переголосовать, и все. Чтобы не было вот этой дрочи, ебаный. Я не знаю. Так, не надо было изначально так делать. Ребят, я же вам говорил, давайте всех дождемся. Нет, вы начали потом. Давайте, ну, побыстрее, кто не успел, и так далее. Вы сами себя душите, ребят. Давайте переголосуем. Проведем, чтобы ведущий решил, потому что мы действительно его тюкали туда-сюда. А потому что не надо вам, я не знаю, что вы нападали. Когда вам удобно, типа вы оставляете. Это же у вас не онлайн-мафия. Вы сидите в своей компании, дружно. Решайте, как хотите. Подождите спокойно. Кто не успел, подождем, он голос вкинет. Что такого? Ну, не успел человек, пускай он вкинет, правильно? Вот вам же с вами. Без времени. Решай, как хочешь. Просто когда вам удобно, вы оставляете одну, когда вам неудобно. Да, без времени. Заново голосуем. Голосуем заново. Кто против игрока под номером 2? Поднимите руки. Я не считаю, я всем даю возможность. Я вижу одну руку. Все, больше никто не хочет. Спасибо. Все, видите, не надо ничего считать. Один голос в игрока под номером 1. Кто голосует против игрока под номером 3? Две руки вижу. Все, больше не вижу. Засчитываем два голоса в игрока под номером 3. А, это... Главное, потолок не пробить, я понял. Три руки у нас получается в тройку, да? Один в Вавилона, три в Каравая. Держи, пожалуйста, Каравай. Три пальца, Вавилон 1. Так, кто голосует против игрока под номером 6? Два голоса вижу. 5 и 7. 5 и 7, хорошо. Два пальца. А, Каравай, sorry, sorry. Три пальца, три пальца, да? Все, понял. Так, а, ну все, 7 голосов получается, да? У вас 3 в 3 получается. Верно? Верно же, у вас 7 за столом. Все. Итак, у нас 3 и 6 по 30 секунд у вас... Если опять так же будет 3 в 3, мы уходим в ночь без жертв. Все поняли? Все услышали? Злой же стол, вот и пей. Все, ребят, 30 секунд, Каравай, поехали. А, еще первое говорю. Я даже не знаю, как мне оправдоваться. Я вроде все в прошлой речи сказал. Не знаю, злой, сейчас тебе решать, типа. Не знаю, я согласен на то, что я 50 на 50 игрок. Ну, даже не 50 на 50, мне кажется, я больше даже, чем на черного игрока похож. Я это понимаю. Нет, все, класс. Все, все, Вань. Все, я понял. Спасибо большое. Игрок под номером 6, ваши 30 секунд. Илья и Артур. Среди нас и между нами, Каравай, логичнее выбрать меня, потому что я принесу больше пользу на столе. Нам надо будет выгнать последнюю мафию, это будет сложно. Мне кажется, вам логичнее играть со мной. Потому что, по крайней мере, я играю с вами. Логично. С одной стороны. Я все. Спасибо большое. Итак, я там ошибся. У нас не может быть ночь без шерд, потому что... Да, у нас не желано. Да, да. Просто у вас один же Вилон был, и там по 3-3. Итак, поехали. Поднимите руки, кто против игрока под номером 3. Раз, два. Две руки вижу. Две руки... Значит, большинство идут в игрока под номером 6. Вы исключили игрока под номером 6. Ваше последнее слово. Я думаю, что за столом у нас еще две мафии. Вам будет суперсложно с пассивным каравайом. Каравай, если ты красный, пожалуйста, очень сильно включись. Я тебя очень прошу. Потому что сейчас, возможно, ты будешь решающий. И Артур, пожалуйста, к тебе обращение. Смотри за тем, что повторяет одно и то же. Это реально важно. Не просто так инфу, повторяет одно и то же. Чтобы это устаканилось, как есть. Потому что иначе тогда начинается каждый раз путаница от раунда к раунду. Я все. Желаю вам выиграть. Спасибо большое. Итак. Город засыпает. Город засыпает. Что такое? Ждем. Ждем, ждем, ждем. Все спят? Все спят? Просыпается мафия. Мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар засыпает. Просыпается доктор. Доктор. Доктор засыпает. Доктор засыпает. Просыпается. Дон засыпает. Дон засыпает. Дон засыпает. Утро. Не просыпается. Не просыпается игрок под номером 3. Это нормальный факт. Ребят. 2-6-13 оставались у меня в остатке. 13-й изначально показал себя как красный. Объясню почему. Потому что он боялся спалить мафию случайно у себя в чате. Либо звуком. Соответственно для меня 13-й полностью окрасняется. Почему голосуют за Вилона? Потому что они оба втопили. А в чем если бы я был бы мафией, мне смысл убивать? Ты отстаешься в остатке, Блота? А ты отстаешься в остатке. В остатке 7-й точно красный, 9-й точно красный. Я, блядь, доктор. 13-й остался красный. Я не понимаю, почему мафию сейчас не убила вообще. Я тоже не понимаю. У нас смысл было убивать каравая. Я говорила, что каравай красный. Я вам отвечаю, что второй мафия. Не кажется, Егор, блядь. Самое смешное, ты говоришь, что каравай красный. Хотя полное несоответствие с игрой было. Я так понимаю. Он достаточно. Искренне оправдываю. Ты сказала, что для тебя 6-й более красный игрок. В том ходу сказал, он более красный игрок. А потом я послушала каравай и поняла, что он искренне оправдался. Я ему поверила, чувак. Просто поверила по мафии. Каравай красным ушел, каравай умер ночью. Он ушел красным, да. Да, но я тебе говорю к тому, что ты выкинул шестерку. Ты выкинул шестерку. Потому что долго было обсуждение, пиздец. Типа ведущий так долго тянул. Остаток, остаток. Салон 3 мафии. Это остаток чисто. Я обоснованно, максимально аргументированно вам ответила, почему 2-й мафия. Я аргументировала вам. Мне тоже кажется, что 2-й мафия, он специально убил каравая, чтобы сказать, да смысл мне убивать каравая? Нет, ну. Мне 100% не было смысла убивать каравая. Смотри, смотри. Если бы я был мафией, я бы убил пятерку, я бы убил пятерку, чтобы в следующем ходу нагнать на каравая, чтобы скинули каравая. Он уходил балластом, понимаешь? Он бы уходил балластом. Дамы и господа. 6-3 уходит. Спасибо большое. 2 минуты общего обсуждения подошли к концу. Игрок под номером 7. Ваша минута, ваша номинация. Я вообще не понял мува мафии. Типа, каравая не ушел бы самострелом по 100%. Он ни с кем не играл в паре, чтобы кого-то защитить. Соответственно, у меня тут 2 100% красных игроков, которым я просто не могу не сомневаться. Проверка комиссара, то есть Артур и Амина, который доктор. Которую почему-то, я не знаю, по тупости мафии или по чьей тупости не убивают этой ночью. Это было бы супер тупо. Каравая ушел красным. Против каравая шел Эвелон. Даже если мы сейчас ошибемся, Эвелона мы уберем как красного игрока, то следующего, типа, следующего кон мы тоже выиграем. То есть сейчас мы убираем Эвелона, потому что для меня он самый черный игрок. Это 100%. Ну, и возможно, мы выиграем игру. А там уже дело за Егор Кридом. Black Star Mafia. Да-да-да-да. Мейся, мейся. Так, комбинация. Я передаю... Ну, двойка. Двойка. Я вас услышал. Спасибо большое. Возможно, мафия протупила и не подумала, на какой ход лечит доктор сам себя, и тем самым они убили каравая, подумав, что доктор в этом ходу себя лечит. И они бы и доктора просто бы не убили, если я не ошибаюсь. Если я сам сейчас не туплю. Тупишь. Как по мне, слова Эвелона, или он заговорился, или он проговорился, но первым врау дяди убрали, он лично сам сказал, мы убрали Макрицу. Братан, ну это в конце, ты мог бы просто заговориться. И вообще про это даже не подумай. Ты этими словами самый подозрительный сейчас. Мы убираем тебя, потом убираем Крида. Ну, если игра не закончится. Если игра не закончится, именно сейчас. Я верю Амини, я верю себе, exile, ну я такой, не знаю, полумуток, 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 нет, потому что он хорошо играет. Я сейчас отвечаю. Ну и окей, Амина, я верю ей, пускай так будет. Вдвоем сильнее, если что, два, поставим две жопы. Это вообще пиздец, это типа для мафии полный провал. Да, да, да. Я выставляю Вадима, тоже. Спасибо большое. Игрок под номером 13, ваша минута. Ну, для меня сейчас очевидно, что двойка просто сделал странный ход во время сна, убив своего, так сказать, главного соперника в игре. Можно поступить иначе. Можете убрать меня и в следующем кону убрать Авелона. Можете так сделать, пойти от противного. Но для меня сейчас самый черный игрок это номер два. Мне кажется, если мы сейчас его убьем, то мы выиграем игру и будет изи каточек. Но это лишь... Ну, иксайл все равно для меня подозрительный после вот этого мува. Если ты чувак, все-таки окажешься мафией... Нет, это изи мува, это вообще... Даже не смотрю на это, это просто... Окей, но тогда двойка для меня сейчас самый черный, как для всех остальных. Либо просто... Мы, короче, все плохо играем. Ну, я соглашусь с тобой в этом плане. Так, номинации новых не будет, ты правильно понимаю? А? Да, кого? Ну, иксайла могу выставить. Но я думаю, что нет смысла. Хотите? Можете не выставлять. Нет-нет-нет, нет смысла. Да, двойка. Спасибо. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я бы вам мог бы сказать, в чем вы плохо играете. Вы забыли, что у нас ушел игрок под номером 11 из игры. Вы почему-то это не учитываете. А вдруг у него была какая-то роль, может быть, даже мафия. Вы что-то вообще про это забыли. Не знаю. Не то, чтобы я вас душил. У вас еще за столом, может, три мать или четыре. Если бы три, мы бы уже проиграли. Да, мы бы уже проиграли. Не факт, может, я кусок говна и вам просто портю. Нет, ты не кусок говна. Нет, у нас два проверенных игрока. Что за бурят? Спасибо. Да, нет-нет, нормально. Итак, ваше минуты. Ваша минута. Самое забавное, что все играют по десятому, по тупорылому комиссару. Типа, и все выгоняют меня. Я могу уйти с балластом, с тринадцатым номером. Так же самое у вас седьмой играет постоянно под защитой. То есть, типа, все его всегда окрасняли. Были ходы против него, но, типа, он всегда играл а-ля суперкрасный игрок по эмоционалу пятого. Ну, окей, сто процентов. Давайте играть по десятке, которая тупорыло вскрылась в самом конце, являясь комиссаром, если она является настоящим комиссаром. Просто тупорылый ход вскрыться в самом конце. Типа, я бы тоже выставил бы семерку, но она уже выставлена. И, ну, тогда я выставлю тринадцать, типа, окей. Голосуйте сами. Как говорится, я понимаю, что весь стол настроен. Семерка не выставлена. Семерка выставлена. Не, не выставлена. Не, он потом сказал, что нет. Хорошо, тогда я выставлю семерку. Хорошо, я принял вашу номинацию. Игрок под номером семь номинацию. Да, я писал, ты все равно мне странно, кажется. Не, не, не. Игрок под номером пять. Ваша минута, ваша номинация. Я вам разложила четко все по полочкам, кто где. Я объяснила и аргументировала каждое свое слово. Вы можете мне доверять, потому что вы знаете, что я красный игрок, и мне пиздеть незачем. Я говорю, что второй это черный, и это стопроцентная инфа. Повторяюсь еще раз. Седьмого знаю уже как пять пальцев. Девятый проверен комиссаром. Я доктор тринадцатый. Егор в начале полностью себя окрасил в моих глазах тем, что он максимально пытался не подглядеть. Но это все равно такой странный мув был от меня. Я мог пиздеть. В любом случае, если мы сейчас убиваем его, а потом... Да, вот у меня такая же сейчас герня. В любом случае, в любом. Потому что она не доктор. Доктор бы уже вальнула мафия. Это странно, я не понимаю вот это. Короче, просто... Илья, Артур, послушайте меня, пожалуйста, и валите второго. Все, я больше ничего вас не прошу. Типа, я вам даю гарантию. Типа, я вам отвечаю, зуб даю. Все. Ну так, нельзя говорить, но спасибо. Блин, Тендерли, ты очень странная. Я не знаю, сколько зубов ты уже отдала под маской. Еще раз оставляем номинацию 27, да? Два, 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 да. Спасибо большое. Игрок под номером 7. Ваш минуты? Ну, я не знаю, что здесь говорить. Типа, Егор только мне здесь не доверяет исключительно по-моему. То, что я как-то волосы поправил. Хотя, еще раз повторюсь, я изначально шел против войны. Восьмого. Я изначально играл с теми игроками, с которыми играю по сей раз. Да, меня выставлял. Против меня злой шел некоторое время. Ликс против меня выставлял. Я не знаю, сейчас мы играем двойку и дальше смотрим. Либо мы просто уже выиграли игру. Давай. Это все, да? Да. Артур, мы себя начинали, да? А я не говорил еще 30 секунд. Это была моя оправдательная речь сейчас. Если игра продолжится после Эвелона, я охуею вообще. Так, а из кого начал-то? Я 30 секунд не говорил еще. С меня ты начал, я сейчас сказал 30 секунд, сейчас последние слова Эвелона. Понял, все, все, есть, спасибо. Игрок по номерам 2, ваша оправдательная речь. Самое смешное, просто несколько фактов. Я понимаю, что я ухожу в балласт, но я вам оставлю несколько фактов. Убийство третьего номера, это раз. Пятое, то есть второе, пятерка. Сто процентов знает семерку, как пять пальцев. И третье, почему пятерка до сих пор жива. Все, спасибо. А если мы два в два, если мы два в два остаемся, допустим, две мафии. Мы сейчас проиграем, если Эвелон не мафия. Мы проиграем, да, точно? Если одна мафия. Вы не можете остаться два в два. Никто доктором не вскрылся. Она вам гарантирует, отвечает и дает зуб. Не, 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 я имею в виду, после тебя никто доктором не вскрылся. Факт. Да, да, поэтому типа я мини-вирую. Боже, сейчас, сейчас. Все, все, давай, голосуем. Это будет так круто, что если пятерка и семерка две мафии, это будет вообще круто. Так, сейчас будет правило внезапной смерти. Кто скажет вообще хоть слово, тот и исключается из игры. Сразу новое правило. Итак, кто голосует против игрока под номером два? Поднимите ваши руки. Раз, два, три. Ну, большинство. Итак, игрок под номером два, вас исключили из игры. Ваше последнее слово. Вы, кстати, говорите по поводу того, что она сто процентов пятерка медик, но ушел одиннадцатый игрок самовольно. После этого не было ни одного угаданного хилакста. Вадим, стоп, секундочку, я природу, на секундочку, извини. Если просто чем-нибудь камеру закрой, либо без эмоций сиди, потому что я боюсь, что если сейчас ты уйдешь, у нас, возможно, ну, съедет чуть-чуть. Ну, ты понял, да? Хорошо, хорошо всем. Вот, говори дальше. А, я, в принципе, все сказал. Я говорю, вы сто процентов доверяете пятому, что никто не вскрылся, но при этом одиннадцатый игрок ушел из-за своей ситуации. Я понял. Спасибо большое. Итак, город засыпает. А смысл город засыпает? Если город засыпает. Город засыпает. Что непонятно? Охуеть. Вы че гоните? Вы че робите? Это подъебка, мы его уже выиграли. Я вам гарантирую. Так, сейчас мы, блядь, посмеемся все вместе, нахуй. Так, игрок по номерам семь. Еще две тысячи сорок пять предупреждений, и вы выйдете из игры. Спасибо. Расыпается мафия. Мафия засыпает. Просыпается комиссар. Я вас понял. Просыпается доктор. Мафия засыпает. Доктор засыпает. Просыпается Дон. Утро. Игрок под номером девять не просыпается. Две минуты общего обсуждения. Да не пиздите, но мы выиграли игру, ну, блядь, ну, серьезно. Ну, смысл играть? Мы выиграли уже игру. Ну, нахуя? Что за прикол? Погоди, нас сейчас осталось строить. Это, Егор, 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 это, типа, рофл, оставит нас тремя сейчас мирными жителями, якобы мы сейчас на друг друга подумаем, чат над нами посмеется. Я тоже мирный житель. Я, типа, кроме Амина, никто доктором не вскрылся, когда я попросил. Я это сделал во благо красных игроков. Я не знаю, ну, типа, я ничего не хочу говорить. Стоп, мы выиграли или нет? Я просто не понимаю. Ну, это просто, я говорю, что это такой рофл, вот остаются три мирных игрока, типа, но ведущий все равно не останавливает игру. А зачем? В чем смысл? Ну, вот, блядь, вот так вот посмеемся. Это не рофл, ребят. Ну, если это не рофл, тогда... Просто вы думали, что у вас схвачено? Я вам даже немножко подсказал и напомнил, что, возможно, вы уже все решили для себя. У вас игрок один ушел из игры. Это, блядь, это рофл, нахуй. Я ни за что не подумаю, что, типа, я, я красный урок, для меня Амина и Егор красный игрок. Можете убить меня, я вам... Блядь, тоже убивайте меня. Я вам говорю честно. Стоп, 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 стоп. Для меня Excel тогда остается до сих пор... Убивайте меня. Мирные, мирные уже выиграли. Я хуею, если это... Я, я хочу, я хочу, типа... Ты над нами сейчас, да? Да, не, ну, я говорю, что это такой рофл, типа, оставить нас. Типа, это уже, блядь, сделали миллион раз, нахуй. Это уже прочитано жестко. Потому что для меня Тендерли 100%, злой шел красным игроком 100%, Егор для меня тоже красный игрок. Я не понимаю, в чем прикол. Вот так смешно, давайте смеемся. А что, мы должны сейчас голосовать, типа? Да, мы проголосуем, типа, блядь, сейчас у нас три мирных игрока сидят. Да, конечно. Погоди. Да, может, вам сейчас доктор скажет, кого он этой ночью лечил, и, может, вам попонятнее станет, не знаю. Ну, давай, посмеемся. Я лечила Илюху, но я не верю, что он мафия. Я говорю, типа, вот, по факту мирный житель так не должен. Ну, ты бы так не сказал, ведущий бы не стал. Ну, да, это тоже, да. Он стал, блядь, смешно. Все, ну, блядь, он троллит, все. Да, не, ладно, вы победили мирного. Я заговорила. Бля, могли еще потянуть, пиздец, 65-е зрителей. Вы могли еще чуть-чуть потянуть. У меня честа чуть не остановилась. Вы не могли еще потянуть. Я только что почти оказалась пиздополкой. Ребята, ребята, я вообще вас мог душить еще часа два. Серьезно, вы сегодня отвратительно играли. Абсолютно. А кто мафием были? Это я за ведущего самую конскую партию провел. Серьезно, что с вами сегодня? Я не понимаю. Иксал, ты мне ни одну карту, блядь, не любишь. Ты меня вообще не уважаешь. Ты отыграл отвратительно, нахуй. Как отвратительно, ёбь. Я понимаю, что я переживаю. Я говорю, что я вообще не тугалась, вообще. Блядь, я нормально раньше. Понимаешь? Вы иностранцы, чат. Иксал, знаешь, почему я не вскрывалась комиссаром? Потому что... Тебя бы хилил доктор на следующий... Нет, друг Макримский в доктор. Хватит накручивать онлайн, чатник. Если бы Марка... Ты все равно умерла, ты умерла. Ты могла рискнуть. Нет, послушай меня, послушай меня. Я не думала, что все голоса уйдут в меня, потому что я переубедила, вроде бы, чуть-чуть тебя. Амину, Марк... Я была уверена тебе. Амина была уверена во мне. Я была уверена, да. Я тебе говорю, Марк был уверен во мне. Ты странно, что... В смысле, ты уходишь? Да, чё, я всё... Вадим, я стучусь или нет? В смысле, а чё, мы ещё же играем? Ещё играем? Я думаю, что я тоже пас. Да, ребят, вы чё, ровно? Егор, мне не доверял, блядь, всю игру. Блин, бро, реально? Я буду нагладел. Не-не-не, пересмотри, пересмотри просто потом, ладно? Ты просто знаешь, как ты делаешь? Злой, а ты просто тупица. Ты не понимаешь, ребят? Ты не понимаешь? Если бы Марка не затилили... Если бы Марка не затилили... Потом, потом. КС сегодня пойдём играть? Амин, азарай. Амин, азарай. Ты не понимаешь? Амин, азарай. Амин, азарай. Чуха, я всё услышал. Классно, обращались. Да. Я стучусь или нет? Нет, нет, брат, ты не стучишься. И мы выиграли вообще за мирных. Бля. А что ты, блин, Артур против меня думал, что я... Вы почему выходите, ребят? Потому что ты с фразами какие-то говорил непонятные. Я думал, ты маф. Ну, типа, я думал, ты... Ну, видишь, ты первым выиграешь. Я, знаешь, я понял, я когда сказал о том, что могу быть полезным, я такой закрыл глаза и думал, бля, чё я хуйню сказал. У любого про меня... Да, я думал, бля, чё ты пиздом, типа... Да, 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 да. А мать я решила... Так я тебе и говорил, потяни время. А ты такой, да всё, мы выиграли. Ебать, было поинтересно, пиздец. Меня ещё братишкин зарыдился, и семь сказал. Ты такой, ну, блядь, выключай, выключай. Да, блядь, я чё, ебёл. Эвелон максимально палился, типа... Эвелон в конце проговорил... Да меня... Короче, можно я скажу? Можно я скажу, почему я тильтую? Дайте, дайте, пожалуйста, я скажу, почему я тильтую уже каждую игру. Каждую, блядь, каждую игру, меня каравай начинает пиздеть. Вот просто... Я как бы не сказал, как бы не сказал свое начало, как бы я не... Открыл стол, на меня всегда пиздят. Я на каравае ничего не говорю. И главное, экстайл, экстайл. Когда я говорил на Эвелона, ты привелся только ко мне. А когда каравай был на Эвелона говорить, ты к нему не приёбываешься. Да-да-да. Слышь, Вадим? Знаешь, когда вы спалили себя вдвоём? Когда мы вдвоём проголосовали против каравае. Ты так понял, что я такой, блядь, ну всё, две маленькие, понятно, очевидно. Я так и понял. Я так и понял, что ты проголосуешь, Егор. Я, честно говоря, когда вы не кинули... Ты тоже голосовал в каравае, не рассчитывая, что ты тоже поднимешься. Да, я проголосовал первый раз, потому что, типа, Вадим меня... Сейчас Братишкин зайдёт на одну игру. Вадим, поздравляем тебя. Егор, может, ты останешься на одну? На одну ещё, быструю. Ну, давай на одну, пожалуйста. Егор, ну на одну, быстро. Мы уже, я уже пришёл, мы рекорд поставили все вместе. Ну, брат, давай ещё на одну. Сейчас ещё Братишкин придёт твой друг, ты его знаешь. Блин, брат, знаешь, как сложно это всё. Я, блядь, в напряжении, в напряжении просто... Вначале могу так, я могу так. Я могу быть ведущим, в принципе. О, проведёшь? Давай. Могу повезти, но, блин, просто у меня здесь дела ещё небольшие, я боюсь отвлекаться буду. Ну, чё страшно, мы не умрём от этого. Блин, ну, короче, я подумаю сейчас, я тебе скажу через пять минут. Давай, Вова сейчас заходит. Короче, вот тебе не надо было убивать Каравая ночью. Да, это единственный был ход, понимаешь? Единственный был ход, который был продуманный. Типа, это был продуманный ход. Типа, да, да, это было печально. Но никому ты не поверил. Да, но это был последний мой ход. Что мне, убивать, блядь, девятку? Ты очень рано начал меня топить. Да, потому что вы, короче, начали друг на друга, короче, топили. Очень рано. Паша, они вообще не к этому прицепились. Они говорили, что я тебя не топил, чтобы ты понимал. Вот это мой фейл, который мы убили. Я два раза сказал, я тебе пиздец. Ты меня топил, а потом рано допинул. Тебе надо...